А вот и финальная часть историй, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Минато сидел за столом, оперевшись локтями, задумался о происходящем. Его безумно злилась ситуация с кланом Музумаки и собственно Наруто. Да и нападение на клан было неспроста. Хакаги вытянул свиток из потайного ящика стола, о котором никто не знал кроме нескольких людей. Да только это радовало блондина. Какаши, как проходит приготовление? Лаконично спросил на Микадзе и пальцами погладил свиток, на котором мелкими иероглифами писала щит. Он близко подошел к голове и прошептал что-то, после чего ушел, оставляя Минато с довольной улыбкой. Изуми, который незаметно стоял у двери, только догадывался, в какие последствия выльется задумка отца. «Войди», — молвил Хакаги. Красноволосый улыбнулся. Ему ничего не оставалось, кроме как подчиниться, быть частью Чугато Большего. «Здравствуйте, Хакаги-сама», — спокойно поприветствовал Изуми и подошел к столу. Минато улыбнулся в ответ. Он любил сына, возлагал на него надежды. «Сегодня ты примеришь доспехи. А как дела обстоят в клане Узумики?» — молвил блондин. Изуми понимал, что Наруто нужен не только, чтоб насолить клану. Поэтому с последнего визита прошел месяц. Я не ходил в клан. Да и вряд ли они меня бы пустили. «Как вы помните, я в ссоре с Хакаги, да и то, что я ваш сын только усугубляет ситуацию», — ответил Изуми. Минато только шире улыбнулся. Как только все приготовления завершатся, Наруто сам к нему придет. Запястье красноволосого чесалось от новой татуировки. Он был первым. За Изуми следили. Но он тоже был непростым шиноби. Зайдя за угол здания, мужчина призвал свою точную копию. Пришлось, конечно, долго упрашивать Рю и сделать ее. Дальше, одев мантию на Микадзе, пошел в сторону клана Учих, а клон домой. Войдя в задний двор, мужчина незаметно проник в подвал, где его уже ждали. Это были Итачи, Рю и Акихари. «Опаздываешь, Изуми-кун», — молвил Акихари. Изуми взял капюшон и улыбнулся. «У меня был хвост». Только ответил тот. Итачи налил ячменный чай и вручил другу. «Ты разузнал о проекте?» «Для чего он?» Спросил Рю. Да только Изуми в ответ высунул язык, на котором была свежевыбитая печать. «Аминато не идиот, как я раньше о нем думал», — молвил Акихари, после чего коснулся двумя пальцами печати, перенося ее на свою руку. Изуми было неловко стоять с раскрытым ртом, учитывая тот факт, что Рю и гаденько улыбнулся. «Как будешь уходить, я верну ее, чтобы не вызвать подозрений у твоего отца». Промочив горло чаем, Изуми сразу приступил к делу. Он вытянул свиток и маленькую чернильницу. Но что-либо нарисовать ему не дал тот же Акихари. «Ты же не собрался все рисовать чернилами?» — шутя переспросил глава клана. Изуми не обиделся, точнее пытался этого не делать. «Акихари, как вы помните, я не владею всеми техниками клана Изумуки. Я не умею материализовать печати в воздухе, а то, что я умею, недостаточно, чтобы нарисовать это в полном объеме». Молча ответил красноволосый. Рю поставил руки на плечи бывшего подопечного. «Пусть Итачи посмотрит на твои воспоминания и передаст их через гендюцию почтенному Акихари, и он сделает то, о чем просил тебя», — вдруг предложил Отшельник. У Итачи за этот месяц не было работы, от слова совсем. Хакаги отстранил его от любой деятельности, в отличие от своего сына Изуми, он не мог поставить Итачи печать, ведь это означало создать конфликт с Фугаку. Поэтому отец сообщил ему, что через месяц он вернется исполнять миссии за границами Канохи. Учиха сразу принялся за работу. Проникнув в мозг друга, он быстро нашел то, что искал, ведь, во-первых, Изуми не сопротивлялся, а во-вторых, пытался сам показать нужные сведения. Минато показал план каких-то доспехов. Много печати покрывало толстые слои железа. «Помми Изуми, щитом ты защищаешь, мечом нападаешь, а венком награждаешь», — молвил Хакаги, после чего спрятал какой-то другой свиток. Мужчина надел на себя и доспехи, которые, кстати, оказались легкими, словно ткань, после чего почувствовал, как его чакра начала пропитывать металл, изменяя его цвет и узу. Но на удивление дальнейшие сведения были расплывчатыми, неточными. Не хватало какой-то детали. Один вид доспехов еще не показывал необходимой информации, точно так же, как и иероглифы. И как бы Учиха ни пытался проникнуть еще глубже в сознание друга, четкая картина не складывалась. Часть информации просто исчезла. Кто-то умело избавился от самого важного. «Ну что, Итачкон, ты узнал что-то?» — тихо спросил Акихаря, видя как лицо мужчины исказилось недовольной гримасой. Учиха открыл глаза и посмотрел на друга. «Я думаю, вы поймете, как только все увидите. Но перед этим верните печать изумий, кто знает, что может случиться», — предложил бывший Анбу. Акихаря едва коснулся руки бывшего подопечного, после чего кивнула в знак того, что все готово. Итачи коснулся главу клана Узумаки, вмиг передав все полученные сведения. «Ну что там такого удивительного, что вы отмалчиваетесь?» — нетерпеливо спросил Рюи. Акихаря посмотрел на печать изумий, размышляя, что он сможет сделать. «Все очень просто», — начал глава, после чего снова коснулся двумя пальцами левой руки печати, а правой рукой на кисти нарисовал точно такую же печать. Техника зеркального дракона-самозванца прошептал достопочтенный Узумаки и обвел указательным пальцем печать трижды. Из рукава притягивались неизвестные символы, которые словно валокружили печать. Как только иероглифы приобрели серебристый цвет, из круга появился маленький зеркальный чешуйчатый дракон. Маленький зверь дышал едва видимым огнем. Как только все внутри круга покрылось зеркальной коркой, дракон начал сжирать содержимое, не оставляя ни следа, после чего выбрал вал в себя. «Вы страшный человек, вам это говорили?» — удивленно молвил отсельник, после чего посмотрел в упор на главу клана Узумаки, который в ответ только улыбнулся. Ему ульстило восхищение других. Нарисовав невидимый круг возле своей печати, дракон быстро переместился на руку хозяина и влил свой иероглиф. «Я не страшный человек, Рюй, а умный. В наше время сила ничто, если нет знаний. Не зря же говорят, что словом можно ранить или убить», — ответил мужчина, после чего закрыл руку. «Так вы все же не ответили, что из увиденного заставило вас удивиться?» — снова спросил дракон. Акихари попросил Узуми снова открыть рот, после чего переместил печать на место. «Я покажу тебе», — ответил Итачи, и, не дожидаясь ответа, показал все, что видел сам. Арсельник рассмеялся. Он понял, что только что проделал глава Узумаки, и рассмеялся от того, что Минатан и Микадзе оказался не просто крепким морешком, а неприступной крепостью с многими ловушками. «Что тебя так рассмешило?» — спокойно спросил Акихари. Теперь у него появилось отличное занятие и пища для размышления. «Как бы вы ни относились вражески к Минатану, он обставил всех нас, и даже вас, мастер Фуиндицу, превратил в марионетку собственного сына, и обезопасил отшису Итачи». «Которые, кстати, лучшие в Гиндицу. Скажу проще, нас выкинули за борт», — объяснил Рюй. Акихари был абсолютно не согласен, точно так же, как и Итачи. «Ты правильно подметил, Рюй, в этот раз мы в тупике, но, как ты уже сказал, мы лучшие в своем деле. И то, что эту печать как-то объединили с ассоциативными нитями чакры, не означает, что все потеряно. Замок у меня есть», — молвил мужчина и указал на свою левую руку, «а ключ я подберу». И Зуми обрадовался словам родственника. Он немного жалел, что не продолжил учебу в клане Узумуки. Но он не смел ни слова молвить. Как бы то ни было, он участник чаготы неизвестного, но крайне могущественного. «Господин Акихари прав. Вместе мы сможем преодолеть все. Только не забывайте еще и об нападении на клан Узумуки. А России сильный противник. Моему брату пришлось пожертвовать Ринниганом, чтобы выжить всего лишь от ранения копьем. Он сильный шиноби, владеет многими артефактами и свитками. Так что план Хакаги может оказать неплохую услугу в защите деревни. Нам остается ждать и наблюдать», — ответил Итачи, после чего коснулся головы Изуми. «Ты прав, дорогой друг. Ты дальновиден», — ответил Красноволосый и улыбнулся. Учиха коснулся в бомб колбу на Микадзе. «Я сотру наш разговор и то, что мы объединились. Хакаги будет проверять тебя. Но чтобы помнить о том, что у тебя важная миссия, вспоминай всего лишь Нарая. Я буду сам к тебе приходить», — молвил, после чего щелкнул над ухом Изуми, заставляя того уснуть. «Нарая?» — переспросил Акихари. Учиха улыбнулся. «Независимый отряд Ри, Акихари, Итачи Изуми. Он сразу же поймет, что это мы», — ответил Брюнет. «После чего Учиха и Ри исчезли». Акихари закинул руку бывшего подчиненного себе на шею, после чего тоже исчез. Он сможет доставить на Микадзе так, что даже самочувствительный сенсор не заметит двух самодостаточных Шиноби. Итачи размышлял над тем, что же делать дальше. Раз Хакаги снял с него все обязательства, теперь он ничем не может помочь товарищам. Да и никто не отменял внешние угрозы. И у него созрел план, о котором он точно пожалеет. Акихари благополучно вернулся в клан. Жители радовались жизни, кто-то спорил о чем-то. Да, теперь он вернется домой и займется загадкой. В храме было на удивление тихо. Лесохранники стояли невозмутимо. Стоило мастеру перейти за порог, как стражники попытались остановить своего хозяина. «Господин Акихаря, не идите туда», — молил правый лис. Да только от запрета любопытство только усиливается. Коснувшись головы лисов, господин превратил их в животное. «Я и так узнаю, так что лучше вам все мне рассказать или показать». Спокойно ответил мужчина, после чего вошел в церемониальный зал, точнее все, что от него осталось. Древняя мозаика из редкого фарфора мрамора сыпалась на пол, который, кстати, был покрыт многочисленными трещинами. Опорные столпы едва сдерживали купол. «Позовите всех!» «Меня не волнует, кто виновник», — грозно молвил Акихаря, после чего коснувшись центра пола, очерчивая контур Робоса. Зверь материализовался и увеличился в размерах. Круг словно сканировал комнату, походу восстанавливая былую красоту помещения. Хранители вместе с мальчишками пришли. Как только первозданный облик был возвращен, мастер повернулся к пришедшим, а зверь обратно вернулся в пол. «Я оставил вас на один день, а вы едва не снесли храм, который до вас стоял веками», — недовольно молвил мужчина. Облик Нарута и Саски был изменен. Оба мальчика стали красноволосыми. Левый глаз, в котором ранее был ренеган, был обыкновенным, а вот правый вишневого цвета. И это не был шарингом. Нарута же в отличие от друга, носил длинные волосы и больше стал походить на мать. Это то условие, которое они должны были выполнить, чтобы не только остаться в клане, а еще и обучаться в нем. Хакари, объясняя, уже спокойно молвил Акихари, после чего сел на свое любимое кресло. Лисы превратились в людей и принесли хозяину Саки сушеных кальмаров. Акихарисон, десиди тренировал Саски в навыках тайдюцу, а на другом поле я обучал Нарута техникам материализации печати, — начал мужчина. Но мастеру было все равно, он не хотел ждать, и так наказаны будут все. Хакари, если бы вы играли в карты, храм бы не был в таком состоянии. Давай покороче, — подгонял глава, после чего выпил немного Саки. Да, именно это он и хотел в конце дня, а не восстанавливать пыльный храм. Нарута не смог контролировать себя, вот и произошло то, что вы увидели, — ответил Хакари. Акихари улыбнулся, после чего сложил указательные и большие пальцы обеих рук в треугольник. Сфира скрыла из глаз присутствующих. Никто не смело слушаться приказов мастера. Надеюсь в этот раз это не будет плантация чая, — молвил Килари. Мальчики впервые получили наказание от главы. И да, это была не плантация чая, а намного хуже. Мужчины оказались по колено в воде, вокруг было бесконечное поле риса. Рядом лежали все необходимые инструменты. Мы будем собирать рис? Неуверенно спросил Саски и посмотрел вокруг. Нарута был еще больше не в восторге. Если мы не сделаем этого, господин придумает что-то похуже. Ответил Десиди. Спустя два часа мужчины полностью промокли. Килари подозрительно хихикнул и метнул в хоккоре грязью. Грязь стекала с лица жертвы. Тот в свою очередь провелся пальцами по поверхности воды, попадая брызгами по товарищу, который умело поставил блок. Ряди Цуши столкнул обоих узумно ки лбами, так как он знал, что их дурачество обязательно создаст новую проблему. И все вроде бы шло к примирению, если бы Десиди случайно не толкнул Ряди Цуши. Пришлось уже Нарута и Саски держать хранителя за руки и ноги. Спустя уже восемь часов в Шинобе ничего не хотелось, абсолютно, даже есть, только прилечь. В небе появились песочные часы. Как только последняя крупинка упала, Птружеников засосала в дыру. В зале было темно, а Акихари спал, оперевшись на правую руку. Мастер, хранители вместе с учениками вернулись, молвил страж и потревожил сон господина. Тот тряхнул головой и подошел поближе. «Ну, а теперь принимайтесь за тренировку, я готов смотреть», — торжественно молвил мужчина и скрестил руки на груди. Нарута подошел к Хакари. «Давай лучше уйдем из центральной части Батриум». Предложил хранитель и повел мальчика в помещение скромного убранства и мрачного осветления. «Вы уверены, что мне удастся?» Сомневался Нарута. Он никогда не сдается, но здесь, когда все выходило из-под контроля, заставило его бояться. «Ты подчинил девятихвостого, овладел руками БД, значит и материализацию печати для тебя не будет трудно выучить. Да и несколько печатей ты уже используешь». Подбодрил изумок и после чего сел на холодный мраморный пол. Нарисовав синий круг, хранитель указал рукой, чтобы джинчурики принялся дорисовывать. Собирать в теле чакру было сложно, а собирать ее из внешней среды в определенные точки еще сложнее, почти что уму непостижимо. Мальчик нарисовал подобный круг, но цвет был бледно-синего окраса, и едва не исчез. «Не торопись, как только начинаешь рисовать, сконцентрируй чакру внешней среды и собственную в определенной точке. Так ты создашь запас, который будет поддерживать всю конструкцию печати. В дальнейшем плавно создавай линию, а как только сомкнешь в круг снова создай точку на точке». Объяснял Хакаре и длинно показал на своем примере. Пальцы медленно рисовали насыщенного голубого цвета круг. Поставив точку на линию, мужчина отвел радиус. «Как воздух может фиксировать чакру?» Снова спросил джинчурики. Хранитель нежно улыбнулся. Глаза поменяли радужку на ярко-голубый. «Хороший вопрос. Бумага и любая твердая поверхность имеют четкую структуру строения. Это остатки нитей чакры. Поэтому, когда рисуешь на дереве или бумаге, просто вливаешь необходимое количество чакры, которое фиксируется отмершими нитями, то есть это, грубо говоря, маленький сосуд, в котором нет чакры. Воздух – это совершенная противоположность дерева. Это сама материя, полна чакры, но, увы, не имеет сосуда. «Поэтому твоя цель своей же чакрой сконцентрировать свободную чакру, ограничить, создать своего рода сосуд», – ответил Хакари. Наруто наконец-то понял ту деталь, которая недоставала в его обучении. У Саски дела были еще хуже. Лишившись левого глаза, он потерял еще и внимательность. Шаринган отвлекал его. Ведь Учиха все время видел очаги чакры, ведь храм был покрыт печатями. Десиди, несмотря на свою комплекцию, был резким, быстрым и необычайно сильным. Наставник медленно нападал, дабы дать мальчику привыкнуть к позам. «Саски, ты сам можешь помочь себе. Если будешь каждый день взращивать такие же нити чакры, как в правом глазу, сможешь обладать хотя бы шаринганом», – молвил хранитель. Стоило Саски отличиться от столь заманчивого предложения, как получил не сильным ударом в живот. Он не мог прочитать ни одного движения. Ярко-синяя радужка глаз наставника интересовала не меньше. Зато атаки Саски отбивались без колебания, словно не у него был шаринган, а у Десиди. Речи, чуча, обмани, командовал Лысый. Да только как Саски мог его обмануть, кроме как использовать гидюцу. «Я не понимаю», – честно признался мальчик и остановился. Десиди погладил ученика по голове и поднял обе его руки. «Все, чем ты владеешь, должно использоваться. Бьешь ногами, собери чакру в руки и мельтеши перед глазами, отвлекай, дай мне подумать, что вместо легкого пинка, я получу крепким кулаком в морду, понятно?» – молвил мужчина. Эти тренировки точно были не такими, какие были у мальчишек, точно так же, как и лечение в киллоре, который одним видом и методами напоминал маньяка-убийцу. Но кто знает, какой результат получится вскоре. Наруто и Саски имели общую комнату. И несмотря на то, что тренировки забирали почти все силы, ни один из мальчишек не уснул. Каждый думал о чем-то своем. «Вот скажи, Саски, ты когда-нибудь думал, что мы вот так будем проживать нашу жизнь?» – вдруг спросил у Зумуки. Саски сел и смотрел куда-то вдаль. «Наша жизнь и так полна контрастов. Никогда не знаешь, чего ожидать. Мы нарушили нормальный ход событий наших предшественников. Мы стремимся быть сильнее, все как обычно», – ответил мальчик. Больше всего ему хотелось овладеть той техникой, которую наставник использует как сенсор. Эта синяя радужка не давала покоя Чихи. «Интересно, если мой клант такой сильный, то почему же он исчез? Здесь хранитель стоит как армия обычных шиноби». Размышлял Джин Чирики. Наруто сгорал от любопытства. Курама был в инертном состоянии, чтобы накопить достаточно чакры. Где-то далеко послышался грохот от взрыва. «На нас напали», – констатировал Саски и вместе с другом выбежал из комнаты. Часть коридора была разрушена. Это пришли за ними. Хакари появился словно из ниоткуда. В комнату, быстро, приказал хранитель, после чего резко нарисовал печать, внутри которой был глаз. Толкнув печать ладонью правой руки, она преобразилась в черный цвет. Противник был сбит с толку. Но сзади был Риди Цуши. Шаркнув ногой, он пустил пыль в сторону врага. Кто-то из шиноби попытался создать куб воды, но печать буквально разорвала их в клочья. Впервые Саски и Наруто едва не стошнило. Это было слишком ужасно. Риди, уберись, я спрячу детей, молвил Хакари, и схватил по бокам мальчиков, и немного грубо толкнул в комнату. Никто не мог сопротивляться, ведь мужчина просто вытянул из них остатки чакры, которая давала возможность двигаться. Ни шагу из комнаты. Снова приказал хранитель, после чего хлопнул дверью. Джинчирики знал наверняка, что наставник точно поставил какую-нибудь печать. Да только так просто сдаваться Наруто не хотел. Он должен знать и видеть врага. А расселинами Кадзаминато, у каждого есть мотив. Курама, проснись. Мне нужна твоя помощь, попросил Наруто. Кьюби открыл глаза. Он чувствовал, что происходит что-то ужасное. Это были не Учхо, или кто-либо из Канохи. Лис чувствовал зверей, подобным ему, но чакра отличалась от той, которую он помнил у каждого из хвостатых. Здесь точно не люди. Не выходи! Крикнул Курама. Это было впервые, когда Кьюби волновался. Что с тобой, Курама? Мы победили Мадару, Кагую, а ты волнуешься за каких-то зверей? Нас защитят, уверенно ответил Наруто. Рыжий успокоился, и влел в мальчика немного чакры. Как только наполнилась чакрой, Узума кисел медитировать, чтобы активировать режим отшельника. Благодаря Хакаре, контроль чакры у него стал даже лучше, чем у него был в другом измерении. Саски приложил руку к двери, и сильно ударил в нее. Эта техника напоминала мягкий кулак клана Хьюга. Дверь мгновенно восстановилась. «Саски, отойди! Я кое-что попробую», — молвил джинчурики, после чего закрыл глаза. Ему нужно увидеть чакру. Режим отшельника сделал восприятие сильнее. Коснувшись рукой к двери, Наруто пытался почувствовать печать, представить ее. Открыв глаза, мальчик продолжал делать круговые движения в одной точке. Медленно начали проявляться контуры символа. Наруто сощурился, пытаясь четче рассмотреть печать. «На что ты смотришь?» Вдруг спросил Учиха, который абсолютно ничего не видел. Шаринган показал только несколько останков от бывших врагов и все. Как только появился весь символ в бледно-синем окрасе, Узумаки победно улыбнулся. Он еще далек от совершенства, но он смог увидеть. «Саски», — молвил мальчик и повернулся к другу, — «Мы скоро выйдем». Учиха удивился, как только посмотрел в глаза Наруто. Его голубые глаза имели ярко-синий контур. Дженчурики медленно поставил невесомую точку и принялся рисовать иероглиф, который недавно увидел. Этого было достаточно, чтобы открыть дверь, ведь печать он все же смог нарисовать бледную копию, которая, подпитавшись оригиналом, засияла ярко. «Наруто, ты зашел так далеко. Пообещай научить так же видеть», — попросил Учиха. Дженчурики не совсем понял, о чем говорит его друг, но решил не спрашивать и просто побежал. В центральной части храма велись бои. Хранитель, как обычно оперевшись на руку, смотрелся скучающим видом, как Хакари и Реди суши дерутся. А это значит, что килл и Реди сиди охраняют свиток. Судя по бою, понятно было, почему Акихари скучает Хакари, с легкостью отбивал атаки как в Тайдюцу, так и Ниндюцу. Ни вода, ни земля не снижали его боевой мощи. Огромные камни разрезались словно масло и падали, превращаясь в пыль, а вода испарялась, не успев и коснуться хранителей. Реди суши просто смотрел за происходящим, пока не увидел Наруто и Саски. — Эй, Хакари, ты разве не должен был запереть детей? — переспросил другой хранитель. Сзади джинчури Киктото вручил маленький свиток. — Это я, Ри, прочти и уведомили. Тихо прошептал мужчина. Наруто не дал другу уйти, поэтому правой рукой схватил за кисть. — Сообщи Итачи. — Мы не можем уйти, или призвать кого-либо. — ответил Узумуки. Реди суши в упор посмотрел на Наруто. — Итачи мертв, — кратко ответил и исчез, оставляя Наруто и Саски в шоке. Кто-то уронил сзади Хакари копьем. Даже Акихари удивился. Он ведь не заметил предполагаемой атаки. Но уже к удивлению врага, кровь не выступала из раны. Повернувшись лицом к лицу, Хакари медленно исчезал, превращаясь в синий огонь, который зажив сжег Шиноби как спичку. Это был синий феникс, которого Наруто когда-то уже видел. — Итачи мертв, — спросил в пустоту Саски. Он не мог в это поверить. Но товарищ исчез. — Этого не может быть, Саски, значит он нарочно инсценировал смерть для того, чтобы ускользнуть из вида Хакаги, — вдруг молвил дженчурики. Наруто ловко спрятал свиток. Для начала он с другом первый ознакомится с содержимым, а потом уже отдаст Акихари. Хакари медленно приобретал человеческий облик. — Я же говорил не выходить из комнаты, — невольно молвил хранитель, после чего махнул рукой Эриди Цуши. Саски вышел немного вперед. — А здесь Эдисон и Киллэрисон все в порядке? — вдруг спросил Ачиха. Ему интересно было бы посмотреть на возможности наставника и таинственного Киллэра. Мужчина погладил детей по голове, после чего улыбнулся. — Не волнуйся, они наверняка пьют Саки и играют в... — А теперь идите в комнату. Нам необходимо прибраться, пока Аки Харрисон делает вид, что спит. Весело ответил наставник Наруто и прошел мимо. Неужели он не заметил, как к Тату вручил Наруто свиток? Саски не верил такому везению, но пока у них есть время узнать что-то первым, он не будет терять времени. Хотя огненный феникс его безумно заинтересовал. — Выходит, Шиноби может стать самой стихией. А значит, он может слиться с Кирин. Как только дети удалились, Риди Цуша подошел к господину. — Неужели вы позволите им прочитать свиток? — Почему шпионы не отдали его вам? — спросил Хранитель. Но глава просто улыбнулся. — Давай просто посмотрим. Они сами принесут свиток. Только зря он про смерть Итачи сказал. — Придется ведь деток закрыть на долгое время здесь. — Интересно, как далеко они продвинулись, — ответил Акихари. После Риди Цуша исчез. Только войдя в комнату, Наруто нарисовал печать излюбленной техники комнаты боли. Никто не должен помешать им поговорить наедине, прочитать свиток и обсудить произошедшее. Снаружи происходило что-то невероятное. Наруто однажды пришлось пережить подобное. И он просил у богов только одного, что как только он покинет эти стены и не начнется война. — О чем думаешь? — только спросил Саски. Ему было тоже не по себе. Он и так не знает о брате ничего. Снова недосказанность, неизвестность. Снаружи что-то происходит, а мы совершенно ничего не знаем. — Что будем делать? — ответил Джин Чирики. После чего он призвал своих друзей к Аиде, Уми и Ами. Во-первых, мы здесь под контролем. Хранители, да и Акихари нас не отпустят. Мы даже в тренировочном бою не можем их одолеть. Во-вторых, если ренемся отсюда, нас либо Хакаги захватят, либо прибежники Араси. В-третьих, давай продолжим тренировки. Так мы узнаем стиль боя и техники, которые используют хранители. А еще постарайся вспомнить, какие техники в свитке Узумуки. Ответил Учиха. Конечно, он не понимал, зачем его друг призвал трех из грехов. А Ами курил трубку. Саски прав, да и ты полностью еще не овладел нашей силой, — молвился неволосый. Стены начали обваливаться. Кто-то нашел печать. У нас мало времени, давай посмотрим на свиток, — молвил Наруто. Саски раскрыл свиток. Если ты из Нира, то прочитав этот свиток, ты сделаешь то, что должен. В конце года, 20 декабря, произойдет турнир пяти стихий. А Россия устраивает турнир, для того, чтобы отобрать в свою армию лучших. Наградой для пяти победителей станет один из свитков, а также высокое положение. Во! Стоит ли показывать его? — молвил Саски. Как только стены опали, Ума взяла свиток и спрятала под подол своего кимоно. Так вот вы где, — молвил весело Хакари. Его ярко-синие зрачки сияли даже в темноте. Наруто стало не по себе, что теперь эта техника не поможет спрятаться в случае чего. Ведь синий феникс мог видеть печати, даже те, которые спрятаны от чужих глаз надежно. Ни Хьюго, ни Учиха не способны ее найти. Да. Мы — это, — мялся Джин Чирики и посмотрел на своих друзей. Каэди протянул руку перед хранителем, в знак знакомства. «Меня зовут Каэди, приятно познакомиться», — дружелюбно молвил мужчина. Хакари подозрительно смотрел стоящего перед ним чудаковатого мужчину в панамке и все же пожал руку. «Жадность?» Хакари у зумки, не менее дружелюбно ответил красноволосый. Каэди коснулся другой рукой головы маленького господина, после чего рывком вытянул всю чакру из хранителя, что-то даже не смог заметить. А все из рукопожатия. «Хочешь поиграть кто в кого чакру перетянет?» Задорно молвил Хакари, после чего пустил в ход смешанную собственной чакрой чакру Янь. Рука жадности начала медленно разрушаться. Наруто разжал рукопожатия, после чего молча излечил пока несерьезную рану друга. «И как у тебя получается так хорошо отделять и не Янь?» Весело спросил хранитель. Хорошего было мало. Глубоко в душе, мальчик понимал, что только Хакари он может доверять в этом месте. Ведь однажды они уже приоткрыли друг другу душу. «Может быть талант?» Самоуверенно ответил Джин Чирики. Мужчина притянул за руку ученика. Аки Харисон приказал, чтобы отныне вы, Саски и Наруто, будете спать с тем, кто вас тренирует. «Ди сиди, скоро к тебе подойдет, а ты, Наруто, пойдешь сейчас со мной», — молвил Хакари. Грехи исчезли. А друзья не ожидали от такого поворота судьбы. Видимо глава все-таки заметил сыток. Комната наставника была довольно далеко от той, где Наруто спал прошлой ночью. Хакари толкнул дверь и пропустил мальчика вперед. Убранство помещения было достаточно скромным. Три окна, которые занимали всю стену, достаточно освещали комнату днем. Напротив был встроенный шкаф. У окна стоял огромный длинный стол, заваленный свитками и различными бумагами. Ближе к двери стояла небольшая кровать, а возле двери, что вела на балкон, другая. «Я сейчас уберу бумаги, располагайся», — молвил мужчина, после чего вытянул чистый свиток и запечатал внутрь все, что когда-то лежало на столе. После хранитель коснулся пола, на котором появилась маленькая дверца. Красноволосый спустился и вниз, и поставил куда-то свиток. Наруто заметил, что внутри был целый архив. Все свитки стояли в идеальном порядке. Как только хранитель вернулся, дверца снова исчезла. «Это просто невероятно», — поделился эмоциями мальчик. «Пойдем на балкон, там отличный вид, а главная возможность для медитации», — ласково ответил Хакаря, после чего вышел на огромный балкон. Пол был застелен бамбуковыми коврами. Вид действительно был красивым вокруг леса, где-то далеко небольшое озеро, в центре которого расположен малюсенький храм, который был скорее декорацией, нежели действующим святым местом. А поскольку балкон был почти такого же размера, как и комната, то его гордо можно было бы назвать галереей. «Ты знаешь, а ведь я никогда не хотел быть хранителем», — вдруг поделился наставник и лег на пол и смотрел в небо. Наруто больше интересовало, как изуми обидел хранителей. «Почему? Разве вы не получили силу, признание?» — спросил дженчурики и лег рядом. Хакаря повернулся на бок и посмотрел на маленького ученика. «Я стал хранителем, потому что меня избрал Аки Харрисон, когда мне было шесть. Сначала я думал так же, как и ты. Сила, признание, жизнь в богатстве. Считай мы принадлежим к аппарату власти. Но есть одно «но». Как только становишься хранителем, появляется много обязанностей и запретов. Например, нельзя заводить семью. А нашим родным стерли память о нас. А у меня были младший брат и сестра, родители, которые жили счастливо, конечно, не особо богато, но и не бедно. Хранителям тоже стирали память, но что-то произошло не так, и я помню все. «Я завидую тебе, Изуми!» Неспеша ответил мужчина и лег обратно на спину. «Есть еще кое-что, о чем он жалел». Наруто горько улыбнулся. А ведь точно так же жил и тачив его измерение. Обязательства и любовь к стране заставили отказаться от самого дорога. Если в другом измерении Саски не мог уберечь его, то в этом уже Наруто не допустит этого. «Как тебя обидел, Изуми?» Снова спросил Дженчирики. Хакари вздохнул тяжело. Он не привык изливать душу. Но в случае чего, он примет меры. Но на удивление, ему хотелось открываться этому ребенку, поделиться с обидами, горечь ее, которые он хлебнул немало за свою жизнь. Я был влюблен в Микки Кючхо. Мы переписывались часто, когда были дела в Канохе и встречались. Ради нее я бы рискнул бежать. Изуми прознал об этом и шантажировал. А Кихари мне бы этого не спустил, ведь девушка, во-первых, была из Клана Учих, а как ты знаешь, мы не особо ладим, во-вторых, я уже говорил, что хранителям запрещено заводить семью. Холодно ответил Хакари. Но спустя время он смог простить своего первого ученика. Да и письмо от любимой было словно бальзам, который обезболил, но не вылечил. Она вышла замуж за другого и теперь счастливо живет в браке, имея двух детей и мальчиков. Хакари хотелось плакать. Он сам ее бросил. И никто не виноват этому. Такова судьба всех хранителей. Вот это да. Мой брат поступил гнусно. Но извини, Хакари, я все равно его люблю. Может когда-нибудь ты сможешь простить его. Он ревнив к тому, кого любит. Заботится так, словно вокруг никого и не существует, молвил мальчик и сел в позу лотоса. Глаза наставника были красными. Видимо он едва не заплакал. Я давно его простил, хоть он иногда помыкал мной как хотел. Если я буду каготоним навидеть всю жизнь, то когда я смогу зажить как хочу. А быть зависимым от чаготония в моих правилах, слабо улыбнулся мужчина. Как только он рассказал о своей боли кому-то, ему стало намного легче, словно огромный баст на конец тот пал. Сегодня им обоим есть над чем подумать, понять друг друга, а главное принять заново. Коснувшись мизинца мальчика, Хакари увидел лишь то, что клятва была сдержана, а печать медленно исчезала. А главное он принял главное решение отныне никакой видимости тренировки. Он научит своего ученика всему, что знает. Пусть хотя бы один из них вырвется на свободу и будет жить так, как хочет. Хакари разбудил Наруто в 4 утра. Снаружи было еще темно. Мальчик нехотя проснулся, быстро собрался, не задавая вопросов. Хранитель открыл дверцу, которая появилась в полу, как только мужчина легко топнул ногой. «Заходи», — кратко сказал наставник. Внутри действительно все было завалено бумагами. Это был подземный ход, который использовался как архив. Судя по убранству, создатели этого хода использовали печать расширения пространства, ведь трехметровая высота стен не соответствовали реальному плану здания. Куда мы идем? Вдруг спросил дженчурики. Хакари обернулся и улыбнулся. Как только они прошли метров десять, появился огромный зал. Множество лабиринтов вело именно сюда. По кругу стояли семь огромных столбов. Мы пришли. Здесь я буду тебя тренировать. Молвил мужчина, после чего вошел в круг. Столбы напоминали технику семи грехов. А разве вы не говорили, что Аки Харрисон приказал следить за мной и Саски? Недоверчиво спросил мальчик. Я украл ваши копии, твоя копия лежит на кровати, так же, как и мой клон. Нам дали приказ присматривать, и то, что ты мы проведем этот день впустую никак не отразится на настроении главы. Да и в мою комнату так просто не войдешь, даже главе придется помучиться с ней не один час, так ты идешь или нет? Ответил Хакари, пребывая в хорошем настроении. Как только дженчурики вошел в круг, печати активизировались, и рядом со столбами появились умы, Аами и Каэди. И недоумевали, что происходило вокруг. Каэди закрыл собой Наруто и встал в боевую стойку, Аами спрятал любимую за господину, а сам создал барьер из воды. Такого не то, что Хакари не ожидал, сам Наруто был в шоке. Эти люди хотели защитить его ценой собственного существования. Сделаешь хоть одно движение, и я порублю тебя на атомы. Грозно молвил морской бог. Его внешность немного изменилась. Глаза потемнели, а бледная кожа покрылась прозрачной лузкой. Мужчина не мог контролировать свою ярость. Каэди повернулся к другу и коснулся плеча, чтобы успокоить, но неосознанно вытянул всю чакру. Только Уме поняла, что происходит. Они попали в круг, который обостряет все негативные качества. Если она хоть пальцем пошевелит, мужчины будут падать в ноги и желать ее как женщину. Хакари подошел к барьеру и спокойно разрушил его, тем более, что чакра, которая его подпитывала, почти иссякла. Успокойтесь, я здесь, чтобы помочь Наруто. Я призвал Столбы, чтобы научить его использовать вашу силу, которую вы сами толком не можете контролировать. Успокаивал наставник, после чего разделся по пояс. Его телосложение было атлетичным, мышцы были словно обтянутой кожей, так как Хакари был очень даже худощав. Появились печати семи грехов на руке, животе, на большой грудной мышце. Некоторые, видимо, были на ногах. Мужчина сложил две ладони вместе, после чего высвободил локальные чакры. Рядом появились семеро мужчин разного возраста. Один из них был красив словно женщина. Его яркие голубые глаза манили, а бледную кожу подчеркивали пухлые розовые губы. Он был красив как мужчина и как женщина. Не успел Хакари что-либо сказать, как тот повис на нем. Успокойся, Регард, четко очеконял наставник. Тот надул щеки, после чего исчез и появился возле Наруто. И это он говорит после стойких-то ночей, жаловался Регард. Наруто заметил на ключице печать похоть. Это все объясняло, но Ума была не такой, хоть и носила подобную печать. Женщина ударила вульгарного мужчину маленьким веером. Охранитель протянул руку, из которых появилось несколько цепей, после чего притянул подчиненного к себе. Регард когда-то был же голо, так что не удивляйтесь, оправдался Хакаря. «И почему только у меня одни мужики попались?» «Чего только стоит прекрасная похоть у Наруто», пробормотал мужчина. Регард хотел что-либо сказать, но пожилой мужчина, который носил печать ярости на лбу, быстро усмирил юношу. «Но зачем это все?» «Я не знаю, получится ли мне с остальными грехами подружиться?» Вдруг нарушил тишину Дженчирики. Ума обняла Ами. Слово мальчика ласкали ее сердце. «Да что уж греха таить, каждый был счастлив слышать, что они не инструмент, а люди, друзья. Как ты уже понял, ярость — это физическая сила, чревоугодие — это запас чакры, похоть гендюцу. Но есть еще и другие возможности. Например, ты можешь покрыть ими словно и доспехами тела. У Саски есть Сусана, так что это своего рода копия этой техники», ответил Хакаря, после чего закрыл глаза. «Грехи медленно исчезали, покрывая тело господина прозрачными плитами чакры». Сусана она мало напоминала. «Лукавит он. Он без этой техники очень даже силен. Это тот хранитель был зверем», — поделился суждениями Курама. «Хакарисан, как я смогу овладеть этой техникой в кратчайшее время?» «До конца года осталось еще шесть месяцев», — спросил Дженчирики. Хранитель снял действия своей техники, после чего подошел к ученику. «Давай начнем с уныния. Этот грех снижает боевой потенциал человека. Он способен разрушать ментальную защиту, овладеть информацией врага, вторгаться в разум мысли, а также во сне контролировать все как угодно», — предложил мужчина. Наруто решил послушаться. Тем более, что тренировки мало напоминали те, которые были еще вчера. Подойдя к необходимому столбу, Дженчирики укусил большой палец, после чего коснулся печати. Он упал словно мертвый. Умэ быстро побежала к мальчику. Она любила его как собственного ребенка. Коснувшись лба, она проникла в сознание ребенка. Напротив Наруто сидел юноша около шестнадцати лет. Он смотрел в глаза Наруто. Женщина почувствовала ужасную ауру. «Наруто!» — крикнула Умэ. Мальчик не отзывался. Подойдя ближе, он развернул Дженчирики к себе. Его глаза были фиолетового цвета, по щекам появились такого же цвета линия. Курама пока наблюдал. С этим заданием его друг должен справиться сам. «Наконец-то меня хоть кто-то призвал», — радовался юноша, после чего наматывал круги. Он сразу взял под контроль сознание господина. «Ты не знаешь, как выбраться отсюда?» — только спросил юноша. Он был слишком худой, точка волоса шоколадного цвета и карие глаза. Телом покрывали многочисленные ссадины. С первого взгляда внешность была обычной, но вместе с белой кожей юноша казался очень обаятельным. Умэ сама не знала почему, но этот незнакомец ей казался порочным, как эрегард. «Ты не выберешься отсюда, если Наруто тебя не отпустит», — сворала женщина. Был другой способ завладеть телом и всё. Шатен подобрал свои длинные волосы и связал в пучок. «Ты врёшь, глупая женщина», — весело молвил уныние, после чего вернулся к Наруто. Он пытался задушить призвавшего его, но чакра вокруг вашей больно обожгла руки. «Здесь есть кто-то ещё?» — громко спросил юноша и покрутился вокруг. Огромные глазища Курамы испугали уныние, но он не показал вида. Он улыбался, кружился вокруг Наруто, словно китайский болванчик. Когда как нанося резкие удары. Коснувшись головы мальчика, юноша заметил, что всё в порядке. Две змеи обвели тело Наруто, кусая по кусочку плоти, нанося ужасную боль. Понемногу одна змея приобрела облик Арачимару. «Отброс! Но с твоим телом я завоюю весь мир!» — молвился Нин, после чего принялся есть буквально по кусочкам плоть мальчика. Боль была невыносимой. В глазах лопнуло несколько капилляров, а в голове был шум. «Это нереально, ты же гнался за Саски!» «Это все иллюзии», — повторял Узумуки. Ума хотела помочь Наруто. Его глаза наливали кровью. Но незнакомец не позволил ей шагу сделать. «Если подойдёшь, я вырву его сердце», — вырвозил юношу. По правде говоря, он каким-то образом не мог хоть как-то навредить физически. Что-то или кто-то защищал его. Это было Ами. Он угнил тело своего ребёнка, поглаживая живот, чтобы укрепить физически тело. Оно было прочнее стали, а Каиди, поддерживая голову, не давало ныне полностью завладеть головой мальчика. Он всё время вливал хаотический чакру. Ума оставалось только закрыть сознание Наруто так, чтобы тот не смог полностью использовать силу. Поэтому женщина спокойно сидела и махала веером. Что происходит? «Это не то, что я хотел сделать», — возмущался незнакомец. Он проник в сознание, спутал некоторые воспоминания, навеял много ужаса, но клубок медленно распутывался. Несчастный несколько раз долбился рукой в грудную клетку Наруто, пытаясь хоть как-то ранить его, но результате болела только кисть. Это было подобно ударам кулака об гранитную стену. Юноша сидел на коленях дженчурики, пытаясь хоть что-то предпринять. Улыбка наконец-то сползла с его лица. Первое, что пришло в голову, так это то, что эта женщина все же как-то влияет на мальчика. Он решительно подошёл к женщине, которая вмиг исчезла. «Да что, мать твою, происходит?» — закричал незнакомец. Пучок из волос распустился. Наруто вытянул левую руку, после чего коснулся головы Арачимару. Он понял, что все не по-настоящему. Картинки были реальными, но враг не учёл одного в этом мире и Наруто не встречался ещё с Санином. Использовав чакру Янь, дженчурики превратил змею в пыль. Тело медленно начало приходить в норму. Мальчик проснулся о острой боли в глазах. Рядом с ним метался юноша, пытаясь хоть что-то придумать. Наруто чувствовал силу друзей, поэтому улыбнулся, сжав пальцы в кулак. Подойдя к незнакомцу, дженчурики повернули его к себе лицом. Теперь, когда иллюзия спала, Ума поставила сильнейший ментальный блок, на который только была способна. «Успокойся, я не собираюсь тебя приручать», — спокойно молвил блондин. Но юноша ему не верил. Узумаки вытянул мизинец. «Как это по-детски? Думаешь, я на такое куплюсь?» Злобно молвил незнакомец, и кое-как собрал свои волосы в хвост. Наруто снял пояс из тренировочного халата и вручил его как повязку для волос. «Не надо мне твоего барахла», — сказал тот. «Бежать было некуда. В следующий раз он точно его убьет. Не знаю, какая была обида у тебя в прежней жизни, но в этой я не позволю тебе страдать. Если ты хочешь увидеть этот мир, не обязательно убивать, достаточно просто попросить». Уме, Аами, Каэди. Каждый из них живет как хочет в реальном мире, иногда возвращаясь сюда, когда чакра на пределе. «Я не обещаю красивой жизни, а вот свободу так пожалуйста», — спокойно молвил Наруто, после чего сел возле стоящего юноши. Тот хотел что-то сказать, но мальчик протянул ему куны. «Я не смогу убить тебя, твои дружки защищают тебя», — неверующий молвил незнакомец, но куну все же взял. Наруто вытянул еще один куны и порезал ладонь. «Делай, что должен. Только знай, если убьешь меня, то не будешь ничем не лучше, чем обидчики. Твоя ненависть немного утихнет, а вот те, кто хоть немного любил меня, захотят убить тебя». Уверил дженчурики и откинул голову, словно намекая, «Если захочешь зарезать, мое горло в твоем распоряжении». Остальные грехи вмиг появились, но мальчик жестом показал не вмешиваться. Юноша схватил за волосы предполагаемого господина и легко резанул ниже кадика. «Нет, ты сначала узнаешь, какая была жизнь у меня, а потом умрешь», — рассудил юноша, после чего посмотрел в глаза. Наруто проснулся в теле пятилетнего мальчика. Неужели все сначала? Он попал в другой мир. Нет этой иллюзии. Уныние ведь хотел показать свою жизнь. Он лежал в тюрьме. Маленькое окошко возле потолка совершенно не освещало комнату. Три стены бетонные, а только одна решетка. Рядом стояло ведро, тарелка с одноразовыми палочками, которые использовались много раз, и простыни, на которой спали. Тело было в ссадинах, а поясницу жгло так, словно несколько раз ударили раскаленным железом. Пролежав так несколько дней, Наруто понял, что уныние нарочно что-то скрывает. Ведь все эти дни боль только усиливалась, а на щеке и уголке рта был огромный синяк. Лишь однажды он увидел лицо хоть кого. «Будь ты проклят», — не своими словами молвил Наруто. Он ничего не понимал. Как только огромная рука коснулась маленьких пальчиков руки, отвращение словно пронзило все его тело. Дженчурики снова покинул иллюзию, да и насильно его там не удерживали. «Простите, друзья, оставьте нас наедине», — попросил вдруг блондин. Незнакомец не смог показать всю свою жизнь. Он посмотрел на Наруто. Тот был ребенком. Почему не захотел смотреть дальше? Отвратительно. Тихо спросил тот, улыбаясь. Наруто присел рядом. «Ты сам не показываешь все, как есть», — оправдался мальчик. Вся жизнь незнакомца была в аду. Он родился в богатой семье, но, к сожалению, от служанки. Безумная мачеха закрыла его с пятилетнего возраста в темнице, позволяя любовнику вытворять такие вещи, которые не каждый взрослый выдержит. Его били, насиловали, когда как кормили и обрабатывали раны. Амысан, как назывался тот, не позволял ему даже умереть. Если он хоть немного заплачет, то тут же был сбит до полусмерти. Врач, который часто к нему приходил загадца шел с ума, не сумея всмотреть на избитого ребенка. Так он потерял первого собеседника, с которым хоть немного говорил. Другие врачи не были такими ласковными. Они смотрели на него словно на дерьмо. Волосы нельзя было отрезать, ведь Амысан возбуждался от их вида. Только для него, мальчика, купали, приводили блеемини в человеческий вид. Когда хотелось плакать, он улыбался, когда хотелось умереть, он улыбался. Когда боль была такой, что пробирало до костей, он улыбался, иногда посмеивался, только бы не заплакать. Шестнадцать лет он не видел ни солнечного света, ни улицы. В его комнате поселились уныние и отчаяние, а главное желание умереть. Но палочками от еды, которая ломалась быстро, не убьешься. Когда врач в очередной раз осматривал пациента, заметил подозрительную сыпь. «У тебя, Луис!» Удивился тот. Пожилой человек вытянул из сумки дурно пахнущую мазь. Это точно был запах тухлых яиц? Врач без стеснения обмазал промежности ноги пациента, оставив немного еще на завтра. После какого-то диагноза, юноша вздохнул спокойно. Его как минимум три дня не трону. Этой ночью ему приснился странный сон. Он полностью раздетый бегал возле костра и искренне радовался огню. «Хеме, огонь опасный, но только он очищает человеческие слова от всего плохого», — молвил первый врач, которого звали Ахасан. «Только этот человек проявил к нему доброту. Он нравится мне. Он такой теплый», — Ахасан радовался Хеме. После юноша проснулся от того, что его знобило. Подойдя к углу, Хеме нашел два сухих камня, после чего начал тереть имя несколько часов, пока искра не попала на простыни. Это был огонь. Мазь перевернулась на простыни, отчего-то начала пылать еще больше. Не придумав ничего лучше, юноша обмазал ноги и лег на простыни. Боль была невыносимая. Как только люди сбежались, было уже поздно. Запах паленой плоти выворачивал наизнанку желудки богачей. Ахасан заставил слуг бежать за водой. «Будь проклят», — на последних силах молвил Хеме, прежде чем его сердце остановилось от сильнейшего болевого шока. И только в уме он молил у высших сил лишь одно «Это не моя жизнь, что я сделал такого, чтобы прожить ее вот так». «Я хочу жить». «Умоляю». «Помогите мне». Наруто не знал всего, но понял только одно. В мире так много людей, которые страдали и страдают точно так же, как он сам, и не каждому хватит духу продолжить жить, бороться за лучшую судьбу. Джин Чирики встал, схватив куны из пола. Волосы были красивыми, но судя по неестественной улыбке лица юноши он понял одно, только они помнят все то, что было когда-то. Поэтому без зазрения совести, мальчик взял в руку густую копну волос и отрезал так короткое, как только мог. Химини сразу понял, что произошло. Волосы небрежно кинули на пол, после чего, блондин воспользовался чекрой курамы, сжег их. «Отныне ты начнешь новую жизнь, увидишь мир, который, кстати, не такой плохой. Не судя людей по одной мрази. Ты встретишь много хороших людей». Нам было в высшей степени неприятно присутствовать при новом унижении и бестраховании. «Хочешь плакать – плачь, хочешь смеяться – смейся. Никто больше не властен над тобой». От этих слов юноша впервые за столько лет засмеялся и крепко сжал руку джинчурики. Слезы текли, словно нескончаемый водопад. Неужели появился еще кто-то, кто мог утешить? Рана совсем не болела. Клятва была словно лекарство, которое и лечит от всего. Он поверит в странного маленького господина в последний раз. Хеми – тихо прошептал шатен. Узумыки не сразу понял, что ему сказали. Что? Переспросил мальчик и погладил ныне по голове, позволяя тому пользоваться им как жилеткой. «Зовут меня Хеми», – уточнил тот. На месте красивых отрезанных волос была кучка пепла. А значит, больше нет тяжкого груза из прошлого, только счастливое сегодня и блестящее завтра. Как только Хеми вытер слезы, Наруто активировал печать уныния, которая расположилась на предплечье левой руки. Юноша увидел вокруг так много людей. Ума смотрела с опаской на нового члена их маленькой семьи. Все же она немного побаивалась способностей новичка. Наруто улыбнулся и взял за руку нового друга. «Знакомьтесь, это Хеми», – торжественно представил Узумуке юношу друзьям. А Ами стоял едва ли не в боевой стойке, ума веером прикрыла нижнюю часть лица, и только Каэди подошел к новенькому, не боясь абсолютно ничего. «Привет, пацан, меня зовут Каэди», – спокойно представился мужчина и протянул руку. Да только вот Хеми не очень доверял этому подозрительному типу. Поэтому он сконцентрировал чакру в правой руке, чтобы в случае чего вторгнуться в сознание незнакомца. Чири воугодие пожал тонкую ручку, пытаясь вытянуть чакру, но таким образом он буквально позволил юноше вторгнуться в его мозг. Хеми пока что ничего не предпринимал. «Прекратите», – четко приказал Наруто. И разжал руки обоих друзей. «Как бы то ни было трое грехов пошли в одну сторону, оставляя Шатена наедине с Хранителем и молодым господином. Ну что ж, давай на этом закончим. Уныние теперь подвластны тебе, теперь продолжим тренировки материализации печати снаружи», – предложил Хакари. Грехи и Хранители приняли форму неодушевленных предметов, в основном браслетов, двух кулонов и веера. Наруто посмотрел на Хеми, который абсолютно ничем не расстроен. «Видимо он совершенно не знал, что такое дружба. Ладно, можно чтобы Хеми пошел вместе со мной в человеческом облике?» – попросил Джен Чирики. Хакари не знал, чем его ученика впечатлил греху ныне, но решил, что хуже и так не будет. «Ладно, но для этого надо будет переодеться под Хранителя», – ответил мужчина, после чего пошел в направлении к выходу. Как только они вышли, наставник вытянул белое одеяние и красную краску. Хеми все еще опасался касаний взрослых мужчин, но Наруто был рядом. Как только переодевания закончились, Хакари повел ученика с подчиненным в обычный тренировочный зал, где Десиде тренировал Саски. Мальчик успешно уворачивался от быстрых и точных атак. Его левый глаз был очерчен синим цветом. А ведь сразу не поймешь, тренирует Хранитель его для виду или действительно хочет чему-то научить. А Кихари как обычно внимательно наблюдал. Хеми стал так, как и другие лиси-охранники. Последние очень напряглись, увидев Каготанового, но А Кихари не обращал на такие мелочи внимания, так как проникновение в эту обитель почти невозможно. «Где вы были?» Только спросил глава и посмотрел в глаза Хранителя. Наруто молчал. Ему нечего было сказать. Наставник посмотрел на ученика и улыбнулся. «Этот мальчишка проспал полдня. Я не мог его разбудить», — оправдался мужчина. А Кихари поверил этим словам, ведь из комнаты никто не выходил и не входил. Хакари как обычно принялся показывать основы техники материализации печати. Да что греха таить, у Наруто тоже начало получаться. Правда печать была едва прозрачной и очень неустойчива. «Сконцентрируя чакру в одной точке», — крикнул мужчина. Хеми подошел к лисам, которые с любопытством рассматривали неизвестного. «Принесите чая», — приказал глава. Юноша последовал за Хранителями Покоев. «Кто ты?» — спросил один из них и встал в боевую стойку. Хеми не боялся боли. «Одно касание, и эти хранители будут слушаться его». «Я подчиненный Хакари-сан», — ответил он. Лис подошел к шатену, желая увидеть печать подчинения. Но коснувшись молочной кожи юноши, дал ему полностью завладеть своим мозгом. Подправив немного память охранника, юноша улыбнулся. «Все в порядке», — он действительно подчиненный достопочтенного Хакари-сан, — уверил других охранник, после чего те вместе пошли в какую-то комнату. Наруто переживал за друга, поэтому закрыв на миг глаза он попытался связаться с Хеми. «Где ты?» «Все в порядке?» — беспокоился блондин. Когда один из лисов понес чай, другие устроили для новенького чайную церемонию. «Ты такой молодой», — а уже хранитель покоев, — восхищался один из них, он налил немного чая и положил сушеную хурму перед юношей. Уныние впервые пробовал подобную еду и едва не расплакался от того, что все может быть вот так. Лисы пели поздравительные песенки, спаивали чаем, рассказывали веселые истории из работы. А ведь Хакари единственный, кто не имел хранителей. «Не беспокойся, я пью чай с чем-то сушеным», — весело ответил юноша. «Ему впервые было так весело». «Вам здесь нравится?» — вдруг спросил Хеми и откусил кусочек сушеной хурмы, которая для него показалась необычайно вкусной. Лисы переглянулись. «Даже и не знаем. Мы всего лишь осколки души тех, кого не удалось запечатать в маску. У нас нет прошлого, настоящего или будущего. Но, честно говоря, никто плохо к нам не относится, это можно считать за счастье», — ответил самый высокий лис. Хеми посмотрел на собеседников и думал о чем-то своем. «Все же за границами тюрьмы намного веселее. Сколько ему еще нужно всего попробовать?» На стене были нарисованы какие-то иероглифы. «А что эти символы значат?» — вдруг спросил юноша и отпил еще немного чая. Стражи посмотрели на стенку и улыбнулись. «Ты не умеешь читать канзи?» — вдруг спросил наиболее молчаливый лис. Хеми не знал, что ей ответить. Он не умел ни писать, ни читать. «Да», — кратко молвил тот, стесняясь своей глупости. Тот же лис с гордостью прочитал ему. «Это наши имена гордость — Пурайда, Атаага, Юки, Исила, Тикара». Юноша радовался словно ребенок, который только познает мир. За дверью стоял Каэдди и наблюдал. Ему было сложно понять, что этот юноша радуется каким-то мелочам, словно он их никогда не видел. Как можно не уметь читать такие распространенные иероглифы в 16 лет? Мужчину еще больше интересовал этот грех. Он ведь совсем ребенок. Неужели у него не было родителей? Как же он жил? На эти вопросы мог ответить только Наруто. Каждый из них понемногу открывал историю своей жизни. Как только Пу, Юки и Тикара вышли куда-то исполнять задания, Хеми остался как обычно один. Он убрал все тарелки и чашки. Каэдди сел за стол, чем испугал юношу. Чашка упала на стол, разбившись. Несколько осколков поранили пальцем. Шатен по привычке улыбнулся, но ни один мускул не дрогнул от боли. «Тебе не больно?» Полюбопытствовал чревоугодие, пытаясь помочь юноше. Все-таки тот упустил из-за него чашку. Тот одернул руку так, словно коснулся горячего чайника. «Я не собираюсь красть твою чакру. Да и ты мне можешь дать отпор», — успокоил Каэдди. Он снял панамку, чтобы поговорить по душам с новеньким. Юноша был забитым напуганным зверьком, у которого была огромная сила. А Ами и Умэ подсматривали, чтоб в случае чего немедленно вмешаться. «Знаю, но не касайся, тесь меня!» Гордо молвил тот и голыми руками убрал все осколки. Никакой боли. Руки были ужасно порезаны. В Умэ сердце сжалось от того, что юноша борется словно в агонии. Что же с ним было? Другие не были такими. Каждый умер, обижен судьбой, но здесь был просто исключительный случай. Что с ним, А Ами? Тихонечко спросила у любимого женщина. Но морской бог и сам не знал. Разве тебе не больно? Задал логичный вопрос Каэдди и вытянул из маленькой тумбочки немного саки. Он пил алкоголь с горла, чтобы ребенок не захотел попробовать. Больно, но какая мне разница? Спокойно ответил тот и принялся вытягивать маленькие осколки. Он понял, насколько поступок был неразумным, но боязнь мужчин так просто не исчезнет. Он терялся, ноги дрожали, а поясница ударила фантомная боль. Это была паника. Вытяни руки, приказал Каэдди. Химми наоборот сжал раненые руки в кулак, сопротивляясь самому себе. Он привык подчиняться. Разожми кулак, снисходительно попросил светловолосый. Тот снова не послушался и просто встал. Но фантомная боль словно разряд молнии ударила в поясницу, отчего тот упал на колени, чудом не ударившись в маленький столик. Руки разжались, а твердый пол только вогнал оставшиеся осколки. Мужчина схватил нежные запястья новенького и щедро полил ладони саки, чтоб раны в будущем не загноились. Юноша сидел словно на пороховой бочке, чтобы в случае чего проникнуть в мозг мужчины и убить его ментально. «Сиди смирно, часть осколков может смогу вытянуть», — поделился и чревоугодие. Он аккуратно вытянул видимые частички чашки, а потом взял из стола маленькую серебренную ложечку и надавил на маленькие ранки, чтоб те осколки, которые вонзились глубоко в кожу вылезли наружу. Этот процесс был довольно болезненным, но юноша не издал ни слова, улыбаясь так, словно его щекотали. Каэди все больше удивлялся мужеству мальчишки. Как только раны были очищены, мужчина завлечил ладони собственной чакурой. Он не был настроен к химии враждебно. Он напоминал его сына. У него тоже было мужество хоть отбавляя, но, к сожалению, слишком хрупкое и болезненное тело. «Что ты задумал?» — спросил недоверчивый юноша, смотря прямо в глаза. Шатен посмотрел в сторону двери. Там толпились Аами и Уме. «Как это называется, караул?» «Отзор?» — путался в словах юноши, пытаясь подобрать нужное. Светловолосый улыбнулся. «Может, засада?» — уточнил Каэди и полностью допил остатки алкоголя. Уныние губами прошептал новое слово. «А что такое хорошие люди?» — вдруг спросил ментально юноша молодого господина. Ему столько хотелось спросить у Наруто. Джин Чирики ловко уходил от отак наставника, пытаясь отбиться печатями, которые ранее рисовал на бумаге. Но сделать это на ходу было почти что невозможно. Он и так с трудом рисовал едва прозрачную печать. Краем глаза он заметил, что Аки Хари недоволен тренировками. Точного определения «хороший человек» не существует. «Для каждого, ох, этот человек опора, тот, кто понимает и принимает тебя таким, каким ты есть. Дали не существует критериев или предрассудков, ах, с этим человеком тебе комфортно, и ты забываешь обо всех бедах, как объяснил Наруто, ударившись несколько раз об пол. Хакари не давал ему передохнуть. «Прекрати, Хакари, это уже не похоже на тренировку», — громко приказал наставник и встал из своего кресла. «Все было точно так, как и сказал хранитель. Они здесь просто для того, чтобы быть под присмотром». Саски посмотрел на друга глазами, намекая, что им нужно хоть как-то поговорить. Да, мастер, повиновался Синий Феникс. Аки Хари посмотрел на детей. «На сегодня все. Отведите детей по комнатам, а после придете ко мне. Вас сменят на эту ночь Киллари и Редицуше», — выдал новый приказ мастер. Каждый разошелся в своем направлении. Проходя по коридору, оба Узумаки заметили Ами и Уме, которые за кем-то подсматривали. Наруто спокойно зашел и увидел, как Химе невозмутимо смотрит на Каиде, и только дрожащие колени выдавали его страх. «Да, это засада», — повторил юноша странное для него слово. Наруто сел рядом. «Что здесь происходит?» «Вы пили саки?» Весело спросил Наруто и искренне улыбнулся. Химе также улыбнулся, как только увидел мальчика. Присутствующие заметили разницу в мимике новенького. «Наруто, покажи, пожалуйста, сад, который, виднеется из окна», — запинаясь попросил Химе. Хакари махнул рукой, намекая, что сегодня это вряд ли получится. «Сегодня не знаю, получится ли, но я постараюсь». «Ты подружился с Каиде?» — неуверенно ответил мальчик. «Но для Шатена словно никого другого в комнате не существовало. Он просто отменил призыв греха. А такое не каждый мог. Он каким-то образом не подчинялся воле Наруто. Каиде, Аами и Умэ не могли так же. К счастью им попался хороший господин, но в другом случае они не смогли бы ослушаться приказов или так просто исчезнуть, только если у использующего не закончилась чакра. Предплечье пылало от печати. «Не может быть», — поделился Хакари, после чего потянул Наруто в комнату, чтобы тот разобрался с своими подчиненными. Наруто отменил призыв, дабы другие не заметили никого. Как только Хакари покинул комнату и в нее вошел Келари, мальчик просто лег в кровать, прикинувшись спящим. В подсознании, Химе сидел рядом с Наруто, пытаясь найти защиту в случае чего. Аами и Каиде как-никак были мужчинами. «Сегодня не получится покинуть комнату». За мной присматривает Келари. Оправдывался Наруто. Но никто его не винил, тем более Химе. Стрижка была ужасной, волосы торчали. Ум и руки чесались, чтобы не пойти подровнять несуразную прическу в блеемине и человеческую. И что это за ссадины или пятна по телу? Разве ссадины сохраняются и после смерти? Каиде впервые был таким нетерпеливым. Любопытство захлестнуло его сознание. «Наруто, Химе может помочь тебе вспомнить содержимое свитка», – предложил Курама. И да, юноша был единственным, кто не испугался величественного Каюби. Даже Девятихвостому стало интересно. «Это ж в какой глуше нужно было жить?» «Это, конечно, важно, но стоит ли делать это сейчас?» «У него раненые руки, да и мы только познакомились», – спокойно ответил Узумуки. «Хотя мальчик больше переживал о том, что Химе не был под контролем. Со мной все в порядке?» «Если позволишь, я помогу», – очень дружелюбно молвил Шатен, после чего положил руки на лицо, не дожидаясь ответа. На удивление появилось две дверцы. Словно господин прожил сначала свою жизнь, а потом доживает чужую. Или же кто-то искусно разделил его воспоминания на два тома книги. Но уныние вошел в ту, что была старой и затертой. Открыть ее составило немного труда, отчего у Джинчирики появилась ужасная боль. «Потерпи, как только я войду, боль утихнет», – ласково попросил Химе и помассировал виски. Прошлое предшественника Наруто был словно фильм Друма. Сплошная боль и предательство. «Хочешь я изменю воспоминания о детстве?» – предложил юноша. Но Наруто не хотел ничего забывать, точнее не хотел избавляться от того, что не принадлежит ему. «Нет, оставь как есть», – кратко ответил блондин. Как только он нашел момент с отъездом в клан Узумаки, Химе остановил ход воспоминаний. «Я нашел. Ты уже был здесь. Мне нужен свиток. Я перенесу содержимое твоей памяти туда», – предложил он и не, словно спрашивая разрешение. Наруто помешкал, но решил, что это все же нужно сделать, ведь учиться с памяти довольно сложно. «Хорошо, только не забирай воспоминания, пожалуйста», – согласился господин. Химе забрал руки с лица друга руки, удерживая только шар из чакры. Курама за это время создал огромный свиток из чакры. Надписи начали заполнять белые пори свитка разными символами и рисунками. Это действительно была гордость клана Узумаки. Столько техник едва уместились в свитке. Наруто открыл глаза и едва успел поймать ослабшего Химе. Все же немало сил он потратил на это. «С тобой все в порядке?» – волновался Наруто. Он коснулся лба правой рукой и влил чакры Янь. Скользнув по рукам, он пытался залечить и странные ссадины. Но, к сожалению, все было зря. «Оставь, это невозможно излечить», – отмахнулся Химе и сел так, словно он не падал. Каэдин не выдержал и решил задать хотя бы один вопрос, который интересовал многих. «Почему у тебя остались эти ссадины?» «Почему их нельзя залечить?» Быстро задал оба вопроса мужчина. Но его грубо проигнорировали, а Наруто жестами показал, чтобы никто и ничего не спрашивал его о прошлой жизни. Химе молча и вежливо поклонился курами и улыбнулся. Он почему-то решил, что тут бог Пу – Юкиотикары. У каждого осталось много вопросов, а главное – незавершенных дел. Грехам осталось разгадать загадку Химе, а Наруто только стать сильнее и добраться к Саске. Полгода. У них есть только полгода, чтобы стать сильнее и защитить все, что им дорого. Перевод иероглифов был взят из интернета, Саске было одиноко. Дисюди был немногословным собеседником. Из головы никак не выходило сообщение, которое передали совсем недавно. А главное – что будет дальше? Какой настоящий мотив у Акихари? После тренировок с хранителем, тело ломило, а глаза болели. Он не мог ничего предпринять. Мужчина лег на кровать и как обычно смотрел на ученика, так словно он особо опасный узник, а не обычный ребенок. Саске повернулся спиной всеми силами, которые у него только осталось пытался взрастить необходимые нити чакры в обычный глаз. Для этого нужна чакра и время, много времени. Наруто помог бы ему, ведь тот владеет огромными запасами как своей чакры, так и девятихвостого. «Вы здесь узники, а не ученики. Вам не сбежать», – констатировал мужчина. Мальчик невозмутимо повернулся к учителю. «А разве мы пытаемся бежать? Снаружи нас не ждут с распростертыми объятьями», – гордо ответил Ачиха. Дисюди улыбнулся. Этот мальчишка нравился ему своей самоуверенностью и невозмутимостью. Главная причина, по которой он, возможно, поможет Учихе просто насолить голове. А Кихари сам не понял, что своими действиями настроил враждебно многих. Нельзя избавлять человека от его корней, семьи, а главное – и человечности. Этот клан когда-нибудь погибнет из-за стремления стать сильным. Сколько стоило ему усилий сдержать Хакари от глупостей? Ридицу и Шекелари не такие. В отличие от них, в эти двух хранителей не было семьи. Они родом с детдома. Поэтому спокойно отдадут жизнь за того, кто подарил им кровь и силу. Те, у кого не было ничего, не боятся потерять что-либо. Дисиди не ненавидел главу, но глубоко в душе затаил обиду. Больше всего лысому напоминал младшего брата Наруто. Слабый и беззащитный – Абуза. А внешне Саски. Его младший брат был Калекой. Из-за случайности потерял левый глаз. Хакари вернул ему воспоминания, которые он, наверное, не хотел помнить. «Тем не менее покинуть кланты и Наруто планируете», – уточнил хранитель. Учиха помолчал. Он и сам не знал, что делать дальше. Ему необходима вся сила Шарингана. Да и глава наверняка и точно наблюдает за защитой храма. Так просто не убежишь, даже если на сторону станут два хранителя. Саски думал, как бы связаться с другом. Даже если он таракана пошлет, Десидзе быстро заметит и ликвидирует потенциальную угрозу. Эти синие глаза не давали покоя брюнету. Тяжело что-либо предпринять, когда под боком лежит сенсор. «Даже не думай», – тонко намекнул Лысый, когда Саски сложил ладони вместе. Мальчик и сам не знал, о чем там хранитель подумал. Теперь оставалось все за Наруто. Пусть он думает, как решить проблему. Мальчик встал на центр комнаты. Тело ныло, но он решил просто сделать зарядку. С каждым днем он чувствовал себя все более и более разбитым. Он мог отбиться, но сил не хватало все равно. Он мог бы использовать Аматерсу или Сусона. Но зачем же будить зверя в его же логове? Так дело не пойдет. Мальчик раскинул тончайшие нити чакры, пытаясь сделать их как можно более незаметными. С таким-то соседом шифроваться это просто необходимость. Сколько раз наставник обрывал эти нити, вытягивая попутно всю чакру. Глаза до сети были обычными карими, а это значит, есть шанс разыскать Наруто. Тебе мало нагрузок? Вдруг спросил Иса и сел, приняв пользу Лотоса. Учиха напугался, но не показал вида. Наоборот, тело ноет, мышцы болят. Я просто разгоняю кровь, спокойно ответил Саски. Его импровизированный таракан из нити чакры был невидимым. Наруто точно его не заметит, да и в этом нет как таковой необходимости. Как только зверь покинул пределы комнаты, мальчик победно вздохнул и лег на кровать. А вдруг все получится? Ты же ничего не задумал? Провокационно спросил мужчина. Саски заметил, что тот хочет активировать ту способность, поэтому решил отвлечь хранитель. Я не глупец. Ты же загоняешь меня до смерти. Любой бы на моем месте не стал бы так рисковать. Да и что же мне зря говорить, ты спокойно можешь проверить, прав ли я или нет, смело ответил Брюнет. Он накрылся тоненьким одеялом и лежа смотрел Десидзю прямо в глаза. Тот рассмеялся, но проверять не стал. Прямо, пятый поворот влево, дважды направо и до конца по коридору. Но в дверь невозможно проникнуть. Наруто было легко разыскать, так как Саски знал какого чакра друга и хранители. Но и тут ему повезло прождав часа так три, когда хоть кто-то откроет дверь. Саски почувствовал, что Хакари вышел, оставляя блондина на киллоре. Что это значит? Они меняются. Войдя в комнату, таракан дополз до руки Наруто. Ему оставалось только выбрать эту чакру, чтобы знать где находился Саски. Курамо тут же почувствовал крупицу чакры Учихи. Он быстро развеял чакру друга, после чего позвал к себе Хими. «Хими, подойди ко мне», — приказал Кьюби. Хими снова торжественно поклонился богу лисов. Курамо коснулся огромным когтем лба юноши, передавая сообщения Саски. Юноша был гордым, он владел наверняка ценной информацией. А это значит, что сейчас он выше и нужнее, чем другие грехи. Наруто заметил, что Хими глупо улыбался, словно ребенок. Что-то случилось? Аккуратно спросил блондин и подошел поближе. Он играл с друзьями в Ва. Ума смотрела в упор. Она и мужчина сговорились любой ценой выведать что-то о новеньком. И это стала их цель, которую трудно достичь. Уныние очень страшное умение. Так просто мальчишка не пустит себя в голову, а попытаться связать означает пустить его к себе. Пока юноша радостно касался голову молодого господина, другие разошлись. Сейчас Химия беззащитен. Каэди убнял нашу сзади и закрыл глаза. Ума коснулась Шатена, пытаясь создать гендюцу. А Ами ничего не успел предпринять, ведь юноша больно ударил локтем в живот, пугаясь, словно раненый зверь, а других разогнал Наруто. Что вы делаете? Удивленно спросил Узумуки. Он не понимал, что происходит. Почему его друзья были настроены так враждебно к Химии? Юноша сидел возле Курамы, демона, которого так боялись другие. Почему этот мальчик боится окружающих? А мужчин пугается так, словно они монстры. Его били родители. Был рабом жестокого господина. Не выдержал розоволоса. К Юбии самому было интересно. Это первый человек, после Наруто, который не боится его и предпочитает демона обычному человеку. Не умнее рассказывать историю его жизни. Я не имею права. Если он не хочет говорить, значит надо просто принять его таким, как он есть, со своими страхами и душевными увечьями, спокойно ответил Наруто. Химий Наконец-то понял, почему к нему такое повышенное внимание, поэтому он коварно улыбнулся и использовал воображение. Ладно, я расскажу, начал юноша. Наруто посмотрел в глаза друга и понял только одно, это будет что угодно, только неправда. И я как принц Финикиуский, обожаемый всеми женщинами, скинул мужиков со скалы, закончил рассказ Химии. А Ами, конечно, недоумевал, почему же этот нарцисс или принц казнил мужчин. А почему ты казнил мужчин? Задал вопрос Каиде, опередив владыку океана. Тот помялся, задумался лишь на миг. Они насиловали девушек, особенно маленьких, ответил юноша. Ума злобно посмотрела куда-то вдаль. Вот, правильно он все сделал, волку волчьей смерть, возмущалась женщина. Уж она знала, о чем говорит. Только снова была несостыковка. А разве принцу есть дела к простому люду? Да и Химии не выглядел инфантильным, а главное, имея такой статус, он не мог прочитать самых простых иероглифов. Каиде тихо прошептал друзьям, он врет. Мне нужно возвращаться, только молвил Наруто, после чего исчез. Киллари максимально наклонился к мальчику, едва-едва касаясь носом к носу. Где ты был? Спросил мужчина и смотрел прямо в глаза. Тот же синий зрачок, что и в других. Но способность этого хранителя, куда более ужасающая. Я спал. Так что не знаю, может быть в потустороннем мире? Невинно ответил Джин Чирики. Этот взгляд пробирал до костей. Киллари засунул руку в голову мальчика, пытаясь что-то разузнать, но тут же наткнулся на сильный ментальный блок. Наруто чувствовал, что эта химия отбивается. Он сильнее, чем кажется. Любопытно, а если попробовать живот? Ты же ничего не скрываешь? Поинтересовался хранитель. Джин Чирики не знал, что ей делать. Этот мужчина и так сделает все по-своему. Оголив живот, хранитель невозмутимо сунул руку, чтобы найти хоть какую-то зацепку. В прошлый раз он видел целый ангар, а не просто сознание, а сейчас ничего пустота. И в этот раз уме постаралось. Пришлось оставить противоречие в сторону. Вместе эти два греха создали Наруто покоя хотя бы на несколько минут, а может быть часов. Ничего нет, может действительно ничего не задумали, поделился рассуждениями мужчины и оставил напряженного Наруто в покое. Киллари принялся обследовать комнату, стучал по стенам поля, словно пытаясь найти что-то конкретное. Бессилие бессила Наруто. Он не мог сейчас что-либо предпринять. И от осознания происходящего гадкое чувство никак не покидало его. Киллари разобрал пол, найдя очень маленькую печать. Но она не удовлетворила его удачи, такие рисуют во время строительства. Это просто пустышка. Чист, словно слеза, снова сам себе сказал хранитель, после чего сел на кровать Хакари. Где Сиди присоединился Реди Цуши. Саски чувствовал, что задыхается от такого контроля. Повязка, что закрывала левый глаз, давала возможность продолжить то, что он начал. Но с такими соседями трудно, что-либо делать. Мужчины смотрели в упор. Что-то случилось? Поинтересовался Учхо. Тишина напрягала, он чувствовал, что скоро сойдет с ума. Ему хотелось увидеться с братом, поговорить с Наруто, вернуться в Канаху. Променяли они с другом шило на мыло. В Клане было бы намного лучше, да и Фугаку как-то постарался бы выпустить родного сына. Здесь нельзя больше и оставаться. Нет, Десиди сейчас уйдет, констатировал Красноволосый. Лысый действительно ушел. Нужно же кому-то свиток охранять. Снова пугающая тишина и ожидание, а не чудо. Ему определенно нужно что-то придумать. Нужно время, только время. Этот план поможет им убежать. Хакари открыл дверь в покое главы. Он понимал, что сегодня что-то произойдет. Проходи, садись в круг, пригласил Акихари. Мастер сидел в позе Лотоса. Круг вокруг него казался обычным. Синя Феникс не мог ослушаться, поэтому молча сел, ожидая чего угодно. Твоя миссия состоит в том, чтобы узнать откуда в Наруто такая сила. Мне показалось ли ты действительно его обучаешь секретным техникам клана Узумаки? Спокойно спросил мужчина и смотрел прямо в глаза. От этого взгляда обычно кровь в жилых вскипает, но не у Хакари. Мастер, вы сказали создать видимость обучения. Мальчишка слабый и глупый. Он совершенно не умеет контролировать свою чакру. Я заставляю его использовать весь запас собственной чакры, чтобы увидеть силу демона, отчитал Сохранитель, не запнувшийся настолько уверенно, насколько это только возможно. А Кихари смотрел в глаза, в попытке найти хоть каплю уже и фальши. В душе Феникс молился, чтобы Наруто выдержал все, что будет с ним делать Килари. Ему нет равных в превращении человеческого тела в сосуд. Он мог творить все что угодно изменять центры чакры, природу самой чакры. Если он заметит зацепку, то сможет копнуть глубже. Техника материализации печати Весьма занимательная вещь, учитывая тот факт, что мальчик знает несколько запретных печатей. Ты знал об этом, объясня, зачем учишь мальчика тому, что сможет ему повысить свой боевой потенциал? Снова спросил мастер. Хакари почувствовал, как к его телу прикрепилось множество нитей из чакры. А Кихари буквально пробовал на вкус информацию от подчиненного. Один лишний удар сердца, колебания, считай, все пропало. Наруто мастер не тронет, так как он важный как узник, и как подопытный кролик. Кушану в свое время голова не смог заполучить, а здесь другой дженчурики. Но не для того, кто не может контролировать свою чакру. Она попросту рассеивается. Я каждый раз делаю копию своей печати, чтобы мальчишка думал, что у него все получается. Все как и говорил Минат и бездарность, что позорит его имя. Жестко молвил хранитель. Тело было напряжено из-за того, что чакру вытягивал мастер. А Кихари проверил почти все органы подчиненного. В его голову он не мог войти, для этого нужен был Килари или Редицуши. И не потому что он не мог этого сделать, просто он сам же наложил печать, которую если зацепить тело разорвет на мелкие кусочки. Да и печать послушания внушала ему доверие. Никто не мог сопротивляться ей. Вот как, продолжая в том же духе, подбодрил глава, продолжая наблюдать за каждым движением Хакари. Хранитель встал, поклонился, ожидая, что его наконец-то отпустят. Рядом с мастером появилась маленькая печать, которая прилепилась к щеке. Она заставила Аки Хари улыбнуться. Это был отчет от Килари. В комнате все чисто, мальчишка такой, какой был. В нем осталось немного чакры демона, но самого демона нет. Наруто не джинчирики. Запасы чакры низкие, так как он потратил ее, наверное, во время тренировки. Ка, глава махнул рукой, тем самым освобождая Хакари от нитей, что связывали его. Он устал и вернулся в комнату, не выказывая ни единой эмоции. Остается проверить комнату на наличие каких-либо печатей. Аки Хари любит держать все под контролем. Килари заметил товарища. А ты быстро, думал мастер тебя подольше будет держать, спокойно молвил хранитель. Хакари просто вздохнул. Как уж получилось, мастер сказал продолжать. Кратко ответил Феникс, после чего лег на свою кровать. Килари смотрел на лицо товарища, но ничего подозрительного не увидел. Может все действительно в порядке? Хотя какая ему разница? С чувством выполненной работы, хранитель вышел из комнаты, заперев дверь. Как только Наруто и Феникс остались вдвоем, мужчина оживленно встал с кровати, сначала проверив, закрыта ли дверь. Позже он сложил ладони вместе, освобождая огромное количество чакры, пытаясь найти хоть одну печать да что угодно, что мог бы сделать Килари, за время пребывания здесь. Но в комнате было все как и до ухода. Но хранитель не доверял никому. Он выжег все печати, кроме единственной, что находилась на полу. За печатью, что охраняла дверь, находилась другая новая. Все-таки, когда Килари уходил, он обеспечил себе доступ в комнату. Но ничего, не на того напали. Наруто молча наблюдал, восхищаясь наставником, мечтая когда-нибудь овладеть подобными техниками. Мужчина быстро и четко нарисовал все печати, которые недавно выжег. «Не знаю, как ты сопротивлялся способностям Килари, но я тобой горжусь», — усталом улвил красноволосый и погладил мальчика по голове. Этот день был слишком тяжелым как для него, так и для ученика. «Хакаря, а чему я должен был сопротивляться?» Вдруг спросил ученик. Феникс широко открыл глаза. Перед ним сидел не Наруто. Собрав все свое самообладание в кулак, он снова улыбнулся. Но у его способностей сильный побочный эффект, сильная боль по всему телу. «Вот я и горжусь, что ты так стойко выдерживаешь сильнейшую боль», — спокойно ответил мужчина. Он едва не попался. «Где же Наруто?» «Неужели это он вышел?» «Нет, он не мог так просто выйти. А зачем ты снял все печати и поставил новые?» Спросил Наруто, и с любопытством посмотрел в глаза. На этот случай в Хранителе всегда был план отступления. Он открыл книжный шкафчик, где хранилось множество потрепанных книг. «Потому что, мне есть что скрывать», — весело ответил Хакаря и вытянул том. «Приключение Химихимичен». Это много было эротического содержания. Наруто краем глаза увидел красочную обложку с голыми девицами. Кровь позорно хлынула с носа. Киллорин не ожидал, что его товарищ увлекается подобным. Ему стало жаль и ребенка, которому пришлось сожительствовать с таким извращенцем. Пошлые улыбка Хакаря и ярко-розовые щеки не укладывались в голове другого хранителя. Теперь он понял, почему тот наставил столько печатей. Когда здесь такая обширная коллекция порно, то на его месте он еще бы цепи понаставил. Киллорин посмотрел на штаны товарища, и убедившись, что тот возбужден, буквально вылетел с комнаты. Настрочив отчет к голове, он отпустил Наруто, которого прятал в кармане в виде ключа. Бедный хранитель Наруто забыл, в какую ему сторону вообще надо. Наруто. Настоящий Наруто постучал в дверь, не понимая, что же его наставник такого сделал. Хакаря открыл дверь. Он коснулся головы ребенка. Когда заметил, что перед ним настоящий ученик, впустил, на ходу вынимая со штанов носок и пряча похабную литературу в шкаф. Блондин лег на кровать. Его тело болело, хотя чакра ей не уменьшила боль. Хранитель решил оставить разговоры на завтра. Им обоим нужно отдохнуть. Хакаря разбудил Наруто в четыре утра. Времени отдохнуть было слишком мало, но им нужно тренироваться. Хранитель как обычно откинул ковер, преображая иероглиф удачи в ход. В этот раз он решил продолжить тренировки с материализацией печати. Ведь он не сможет его больше учить на виду в Акихаре. «Прежде, чем мы начнем, ответь, как ты сопротивлялся силе Киллэре?» Полюбопытствовал наставник. Наруто долго не думал, он освободил грехов. «Мне помогли Химми и Уме», — довольно ответил джинчирики. «Они ушли куда-то, преследуя Химми, который рассказывал басни о своей жизни». Хранитель улыбнулся. У Наруто уже лучше получалось использовать подобную технику. Ведь прежде, чем начать, он вошел в режим отшельника, который позволял без проблем собирать как природную, так и обычную чакру с воздуха. Печати стали ярко-зелеными и четкими. Радужка вокруг желтых глаз почти стала синей. Это плоды трехмесячных тренировок. «Видимо, ты нашел решение проблемы, как много в тебе тайн», — радостно молвил Хранитель. Он был рад успехам ученика. «Раз у тебя получается, тогда давай применим какую-нибудь технику», — предложил Хакари. Наруто не думал над техникой долго. Это была его излюбленная комната боли. Мальчик подошел ближе к наставнику и уверенно, не торопясь, нарисовал печать. Эта попытка обвенчалась успехом. Наруто не мог поверить, что у него получилось. «Как я и думал, режим отшельника действительно решение всех проблем», — радовался Хакари. Он посмотрел вокруг, пока не нашел то, что искал. «Да, мне самому не верится», — повторил джинчурики, радуясь успеху. Все как обычно давалось ему благодаря тяжкому труду. Наруто смотрел на друзей. Они подначивали Химе сказать им на конец ту правду. «Смотри, Наруто, это печать, которую ты видишь», — начал объяснять наставник. Печать была точно такой, какой ее и создал Наруто. Точно такая же снаружи. «Только ее сможет увидеть тот, кто владеет такими же глазами, как у меня», — продолжил тот, показывая на ярко-синюю радужку. Наруто не мог дождаться, когда наставник научит его чему-то новому. «Научите меня еще чему-то», — попросил мальчик. Он вдруг вспомнил, что у него есть цветок, который просил Хранитель достать. Хакари задумался. Он мог бы ему помочь, но некоторые техники он попросту не мог научить. Особо секретные были запечатаны. Он мог и использовать, но не обучать. «Есть много техник, которыми я хотел бы с тобой поделиться, но это невозможно», — ответил наставник, указывая на свою голову. Химми едва успел убежать от Аами и Каэди. Прежде чем признаться Фениксу, он решил спасти уныние, которое глазами молило о помощи. «Ребят, Химми ведь был принцем, он не особо любит касания», — начал узумуки. «Юноша прятался за спиной ребенка, максимально вжимаясь в его тело. На этот раз он помощник странствующего лекаря. И даже если так, то почему он жмется к тебе?» — раздраженно молвила Уме. Наруто посмотрел в глаза друга. Химми нужно было рассказать правду, точнее только ее часть. «Наруто, время», — крикнул Хранитель. Мальчик открыл Химми, оставляя его на раздраженных грехов. «Хакаря, у меня есть тот свиток», — заявил Джин Чирики. Мужчина удивленно посмотрел на ученика. Это кардинально меняло ход событий. «Раз так, найди в девятнадцатом каноне четыре запрета Будды». Саски целую ночь не спал, выжидая как устал и десиди на конец-то отключиться. Он тихонечко создал клона, быстро превратив его в таракана. Хранитель открыл глаза, но Саски использовал Гиндюцу, чтобы тот снова уснул. Чтобы не случилось, ему нужно увидеться с Наруто. Как только таракан покинул пределы комнаты, Саски сжал кулаки в знак своей маленькой победы. Все, чему он научился за эти месяцы скрывать чакру и отбиваться от мощных атак десиди. Лысый, сам того не понимая, делал Лучиху сильнее и быстрее. Десиди встал, походил по комнате, словно вынюхивая что-либо, но увидев сопящего Саски успокоился. Значит ему просто показалось. Теперь Наруто ему поможет, и вместе они придумают, как выбраться. Полгода спустя, Наруто лежал на кровати, а рядом сидел клон Саски. Они многому научились, благодаря Хакаре. Хранитель сидел на своей кровати. Каждый думал теперь о главном. Ты говорил, Саски, что у тебя есть какой-то план? Вдруг молвил мужчина. В Учихе действительно был план, но за эти полгода он понял одно все хранители, и тем более глава очень сильные. Как же им победить? Помните, почему мы сюда попали? Начал Брюнет. Хакаре вспоминать не нужно было, это все их силы, которые дети никак не могли владеть. Кирин, глава хотел увидеть Кирин. Мы можем попытаться отбиться с помощью этого зверя, хотя по силе мы уступаем вам, хранителям, предложил Саски. Наруто внимательно слушал, прикидывая, как он мог бы помочь. Если он войдет в режим Отшельника и Курамы, его скорости и сенсорные способности повысятся в разы, да и в рукаве есть много техник, с которыми он мог соревноваться по силе хотя бы с одним хранителем. А вам не нужно драться, главное убежать. Вы сможете еще побить хранителя, но не как некий Харисон. Он слишком силен, подметил наставник. Он точно знал, как будут действовать его товарищи, и какие комбинации часто используются в бою. Они ведь не первый год вместе сражаются. Как же мы убежим, если даже тебе придется быть против нас? Вдруг спросил Наруто. Когда мы поставим барьер, цельтесь в меня и Киларе, что Пакихаре ничего не заподозрил. Он и так не очень-то мне доверяет. «Как только несколько раз атакуете Киларе, цельтесь в меня, я вас пущу, а там используйте все, на что только способны». «Хранителям нужно время, чтобы снять такой сильный барьер», ответил Хакари. На сердце было тревожно, каждый переживал о том, каким будет завтра. Но медлить больше нельзя. Скоро турнир, который устраивает Араси. Утром, как обычно, детей вывели на площадку тренироваться. А Кихаре скучающе наблюдал, а три лиса обслуживали его. Саски остановился. Дисиди посмотрел в глаза ученику, который носил повязку на левом глазе. Так и не смог пробудить шарингом. «Почему ты остановился?» Спросил Лысый. «Да так, только что вспомнил, что я же обещал главе показать Кирин». Начал мальчик. А Кихаре все слышал. Он ведь и сам забыл об этом. Наруто повторял за Хакаре какие-то странные движения руками. Все было в порядке. Но Кирин. Это же та великолепная техника. Что ему, главе сильнейшего клана, бояться? Один инвалид, другой бездарность. Хотя, даже этих мелких не стоит недооценивать, все же они победили лжу России. Рядом два хранителя, двоих можно быстро призвать, хотя здесь и один справится. «Точно, очень любопытно, покажи же нам ее, Саски Кон!» Притер намолвил глава и откусил кусочек сушеной сливы. Хакаре прекратил тренировку. «Нам нужно на улицу. Эта техника разрушит здание», — объяснил Ачхо. Десидев вспомнил, каким было наказание, когда в прошлый раз разрушили тренировочный зал, и кивнул главе в знак того, что все в порядке. Шиноби едва ли не впервые вышли полноценно на улицу после своего заточения. Вокруг красивой сады — холодный воздух. Падал дождь. Не нужно особо стараться, чтобы создать грозовые тучи. Хакаре вышел немного вперед, прикрывая Наруто, который собирал природную чакру. Сложив печати, Саски использовал технику «Огненный шар», направив огонь в небо. Атмосферное давление повысилось, а без того серые тучи приобретали темно-синей тенонок. «Что же ты делаешь? Огонь — в небо?» язвительно спросил Акихаре. Наруто был готов. Как только появится Кирин, он приблизится к другу. Брюнет вытянул руку вверх, показывая странные черные полосы, после чего пустил молнию в небо. Грохот и раскаты молнии пугали не на шутку. В небе появился огромное чудовище, которое лавировало среди тяжелых туч. Кирин спустилась на землю. Акихаре был восхищен. Он хотел обладать этим мощным зверем. Наруто активировал веженку рамы, и со скоростью света появился возле друга. Только сейчас Десиди заметил Мангекё Шарингом. Кирин напал на Десиди. Тот попытался выстроить стену из камня, но сражаться с природой себе дороже. Он едва спасся от столь мощной атаки. Акихаре оттянул своего подопечного, подставляясь под удар. Щит рассыпался словно пыль. Это диверсии. Хакаре создал вокруг синее пламя. Но оно не может сражаться с аматюресу, которая буквально поглотила его. Акихаре взял остатки халата и злобно посмотрел на детей. Саски. Он еще больше возненавидел учих. Он шел на пролом, его руки покрылись черными мелкими печатями, а глаза приобрели ярко-синюю радужку. Саски отпрыгнув, едва-едва избежав удара, который заметил только благодаря Шарингону, но его ожидал ужасный сюрприз. Наруто тут же запустил Рассенсюрикен, а друг был лишь приманкой. Акихаре долго не думал, решив увернуться. Он впервые видит подобное. Да и состояние сына Хакаги тоже было чем-то новым. Что с этими детьми? Просто отпрыгнуть было недостаточно, техника имела огромный радиус поражения. Если бы Десиди часть не поглотил, часть здания точно бы сравнялась с землей. Саски и Наруто знали наверняка одно касание Десиди или Акихари, и из них вытянуть чакру, поставить печать, да что угодно. Джин Чирики ознакомился со свитком, но выучал всего несколько техник. А глава знал все. Хакаги рисовал печати, а Наруто в это время изменял их структуру, отбиваясь так, словно ничего и не происходит. «Так ты его значит научил», — со всей злости крикнул глава. Его лицо преобразилось, по щекам были красные полосы. Саски создал барьер из-за матеросу. Друзья видели куда можно убежать. Акихари спокойно сдул огненную стенку. Они попали в огромную клетку. Глава был просто в бешенстве, он медленно подходил. Наруто вмиг активировал мазку ярости и чревоугодия. Тело укрепилось, а чакра прекратила покидать его. Акихари выпустил нити чакры. Они плотно связали детей, проникая в каждый центр чакры. Саски не мог пошевелиться. Такого исхода они не ожидали. Как только глава приблизился, он сунул обе почерневшие руки в голову мальчикам. Хакари не мог на это смотреть, как и Десиди. Он сломает морально, порвет все нити чакры, делая их овощами. Феникс превратил ныне в маленькую змею, чтобы защитить Саски. Шаринган здесь не поможет. Наруто схватил руку главы, используя чакры Янь. Но это бесполезно, когда противник владеет такими же техниками. Химеть бивался от черных рук, которые пытались попасть в мозг молодого господина. Но ему было трудно. Каэди сдерживал действие клетки, а Кураму сжигал нити, которые кстати почти не горели. Змея укусила Саски, тем самым прекратив вторжение в его мозг. Но не найдя какого-либо решения, Саски собрав остатки чакры решил самовоспламениться с помощью Аматерасу. Эта техника сжигает все. И он был прав. Часть руки по локоть обуглилась и отпала. У Акихари был легендарный Мшиноби, он не издал ни звука, хотя от такой боли обычно урут и рыдают. Глава призвал остальных хранителей, дав указания. Ему нужно восстановить руку. Еще чуть-чуть, и они точно бы умерли. Саски был напуган, но огнем сжег тяните, что остались на его друге и разрушил клетку, которая была почти бесполезна. Твою мать, он слишком силен. Еще чуть-чуть, и мы бы померли, поделился ощущениями джинчурики. Учиха молча коснулся руки друга. Ему нужна чакра, он почти все потратил на их спасение. Наруто поделился чакрой Курамы, а сам принялся восстанавливать запас природной чакры. Хранители создали барьер, как и говорил Хакари. Акихари в это время взращивал руку. Саски впервые был рад, что Десиди изматывал его каждый день. Несмотря на усталость, у него еще остались силы бороться далее. Учиха создал Сусана. А Наруто в это время пытался закончить Рассенсюрикен. Хранители еще больше укрепили плотный барьер. Саски бил в киллоре, хотя Акихари ожидал, что дети будут нападать на Хакари. Ему нужно еще 20 минут, а дальше он убьет тело этих детей, забрав их память. Рассенсюрикен дал трещину, но барьер тут же затянулся. Теникс незаметно кивнул. Он был спиной к лесу. Наруто создал еще один Рассенсюрикен. Увидев то, что рука главы почти восстановилась, Саски пустил стрелы, а Наруто метнул излюбленной техникой. Часть барьера, который создал Хакари, исчезла. Наруто на огромной скорости вылетел на свободу. Все было как и говорил наставник, остальным нужно было время, чтобы освободиться от барьера. Саски снял действия Сусана и превратившись в ястреба, улетел высоко в небо, прячась среди колуящихся туч. Акихари взвыл от злости. Еще никто от него не убегал, никто так сильно его не ранил. Он вернет и точно убьет этих детей. А Наруто и Саски обрели долгожданную свободу, которая едва не стоила им жизни. Наруто и Саски были на пределе. Чтобы выбраться из ада, им пришлось прыгнуть выше себя, впрочем как и обычно. А времени отдыхать совсем не было. Их ждал турнир России, каким-то образом узнать о секретном плане Хакаги. Но единственное позитивное среди сплошного негативно было только то, что за все время проведенные в клане Узумаки, мальчики стали сильнее. В их сердцах горел огонь приключений и геройства. Да только в этом мире все было абсолютно не таким, как они привыкли враги сильнее, требования выше, живые родные и близкие. Саски хотел верить, что он сможет спокойно жить с кланом. В лесу было тихо и спокойно. Друзья почти не говорили, каждый думал о своем. Наруто, что дальше? Нарушил тишину Курама. Он был единственный, кто еще мог рассуждать адекватно. Блондин немного подумал и посмотрел в небо. Мы будем действовать. Следующий турнир. Хотя кому-то с нас следовало разобраться с планами Хакаги, ответил Джин Чирики. Наконец-то он успокоился. Друзья рядом, весь кошмар позади. Вам не стоит разделяться. Араси не идиот, если он поймает одного, то другое закончит дело и спасет другого. Ведите себя как незнакомцы, вам не впервые выполнять миссии такого высокого ранга, поделился умозаключениями Курама. Парням стоило обговорить следующие действия. Когда план был обдуман, Саски и Наруто приняли нужный им облик. Саски был высоким, смуглым, желтоглазым шиноби из страны молний, а Наруто седой старец из страны камня. Так они могли использовать свои способности. Дойдя к границе страны, скрытой в камне, друзья разделились. Теперь им нужно действовать поодиночке, не торопясь. Наруто верил в успех миссии, ему казалось, что все пройдет как надо. Дойдя к пункту назначения, Джин Чирики не заметил ни единой живой души. Сначала мальчик подумал, что это гендюцу, но все оказалось намного проще. Вход в пещеру был запечатан только те, у кого большой запас чакры могли войти. С блондина вышло огромное количество чакры. Коэдивмиг очистил чакру Курамы, чтобы в случае проверки никто не засек демонической силой. У входа лежало множество трупов шиноби, с искаженным от страха и усталости лицами. Повернув голову в сторону входа, мальчик увидел надпись «Врата начала». Видимо, не так-то и просто перейти на сам турнир. В ущелье было темно и сыро. Вход пропал, так что не оставалось ничего другого, кроме как идти вперед в неизвестность. Наруто осмотрел погибших и забрал их вещи-свитки, провизии, оружие. Так он сможет протянуть в этом месте некоторое время. Мальчик вытянул фосфорную палочку и переломал ее, освещая дальнейший путь. Он все шел и шел, не видя ни конца, ни вообще хоть чагото. Стены были разрисованы кровью. Эти печати были древние и отличались от тех, что использовал клан Узумуки. Видимо, Арасий решил проблему количества и качества, использовав древнейшую, пока неизвестную технику. Дженчурики мало спал, так как в этом месте это было сделать трудно стоило закрыть глаза, как тут же мучили кошмары. Печати на стенах не держались, а поглощались старыми и древними. Спустя некоторое время, блондин ослаб от жажды и голода, да и впрочем от невозможности хорошо поспать. Если бы не Ума и Хима, наверное, Наруто сошел бы с ума. Наверное, мальчик и дальше продолжал свой путь медленно и мучительно, если бы не кровотечение из носа. Кровь попала на камни, тем самим активировав древние печати. Сталагмиты начали приобретать странную форму, а сам туннель уже напоминал ловушку для золотоискателей. Секиры на очень большой скорости словно маятник рассекали воздух. Мечи нарезали круги на низу, а туман, который сочился из стен, был точно не свежим воздухом после дождя. Это место было самым настоящим адом на Земле. Наруто быстро активировал режим Курамы и укрепил тело Чикро Ами. Сейчас не время расслабляться. Он точно выучал одно правило в клане Узуму и все древние неизведанные, опасные и запрещенные. Собрав волю и огромный прилив силы в кулак, Джанчирики побежал на скорости, свыше звука вперед к опасностям. Бежать пришлось много и долго. Время текло словно желей медленно и сказисто. Вечность бежать тоже не вариант, всему есть лимит. А главное это ведь не Гиндюцу, тогда что? Вспомнив печати на стене, Узумаки понял любовь у Гиндюцу закрепленной печатью, и она действует столько, сколько себя может сохранить печать. Наруто пустил руки Курамы, в сторону стен, тем самым замедлив себя. Секира больно царапнула ногу, оставляя жуткую рану. Там был яд. Чакра лиса исцелила место, а Каэ демобилизировал яд. Хотя его действие ослабло из-за жгучей чакры Курамы. Он не мог дотянуться. Орудия пыток вытягивали чакру тем самим усилием себя, делая прочнее и быстрее. Небо выбора, кроме как идти напрямик, активировав чакру и, на левой руке, Наруто быстро на последнем дыхании и силах ударил в стену, едва обмянув острые как лизоножи. Кровавая штукатурка осыпалась, а механизм замедлился. Интерьер заметно изменился. Орудия приняли облик скелетов умерших шиноби. Это место создано самой смертью. Как только часть стены осыпалась, появился вход куда-то в тьму. Лишь наверху писал и тем же шрифтом врата сомнений. Наруто решил отдохнуть, поспать. Он пока не готов идти дальше. Первое испытание было очень изматывающим. Теперь его не должны мучить кошмары. А печать, излюбленной техники, спокойно легла на свободный от крови участок стены. Он продолжит позже, а сейчас хоть немного отдохнет, думая только о Саске. А Кихари был вне себя. Он схватил за голову Хакари. Феникс предал его, а этого глава не прощает никогда и никому. Незаменимых нет. Рядом стояли Десиди и Килари. Ридец уши был на страже свитка. Главнейший думал, какую страшную смерть подарить уже бывшему подчиненному. За секундную заминку, бывший хранитель успел нарисовать маленький иероглиф, который обречет его на вечное скитание по миру живых и мертвых. Но только так, он сможет помочь тому, кого успел так сильно полюбить. Последние слова. Милосердно спросил Аки Хари. Черные руки появились из ниоткуда, а раненая была еще не готова к использованию. Десиди смотрел на друга, и не мог полностью скрыть ужас происходящего. Он чувствовал себя живым слабым человеком. Как только глава засунул руки, чтобы вырвать сердце и главные каналы чакры, как вдруг почувствовал улипкий страх Хакари сунул проклятыми чарами в само сердце главы. «Клан Узумаки умрет не из-за врагов, а из-за главы», – прошептал последние слова мужчины. Глаза когда-то полного жизни человека вмиг потухли, а на месте раны незаметно создался маленький символ, очертен красивой вязью с огромным красным лотосом на фоне. Гордыня. Этот меч был похож на меч Тацука, только он не запечатывал душу, наоборот обрекал на вечное проклятие, отныне Акихари избавился от всех семичувств, а каждый раз умирая, он будет постигать такой ужас, который только может существовать на всем белом мире. Это древнейшее проклятие, а рами Узумаки, первого убийцы соклановцев. Сердце у Феникса таки вырвали, но он умер без сожаления. Его жизнь была трудной и довольно несчастной. Но он забрал с собой того, кто сделал много боли другим. Дисюди пронзил сердце наставника сзади. Келори застыл в немом ужасе. Он пытался помешать, но Дисюди создал мощнейший барьер. Как только сердце Феникса прекратил биться, на его спине активировалась посмертная печать. Лысый быстро понял последнюю волю друга. Он сделал много зла, убил невинных и виновных. Волк и волчья смерть. Как только печать полностью активировалась, хранитель снял барьер, огромный разрушающий взрыв, который был наполнен чакрой и разрушил все и всех на пути, оставляя от уже когда-то величайшего клана горы остатков трупов крови и руины. Никто не мог защититься от этого. Когда-то будут вспоминать о большой трагедии великого клана, но никто не узнает о его величайшем грехе. И только один умерший улыбался, словно восковая фигура. Весь трагедия клана Узумаки облетела весь мир. Никто не мог поверить, что столь могущественный клан был уничтожен за один день. Минато был зол, он не мог понять, кто мог такое сделать. А Кихари был сильнее даже него самого. Это не мог быть его сын, Наруто или мальчишка из учих. Дети, может, и сильны, но не настолько, чтобы одолеть весь клан. Им один хранитель не по зубам, а что и говорить о целом населении. Анбу не обнаружили тело мальчиков, отчего Изуми заметно вздохнул с облегчением. Это было очень плохо. Клан был в приграничной зоне и был своего рода защитником границы. А теперь туда соберется сброд из ниндзя-отступников в поисках свитков и много чего ценного, хотя от этого места ничего толком не осталось, кроме гор и остатков трупов, крови и руины. Город был очень красивым, а фуиндицу поражало своей силой. Хоть Минато и не любил Узумаки, но он никак не желал им смерти. Отложив план на потом, он кинул все силы на расследование и укрепление границы. Кушана была мрачнее тучи. Она вмиг потеряла родительский дом, родственников и друзей. Ее род прекратил существование, возможно и выжили единицы, но кто защищит их, даст дом? Если бы Акихари не был так консервативен, то возможно часть клана выжила. Но он не позволял им жить в Канохе. Кушана молилась лишь об одном, чтоб ее младший сын каким-то образом выжил. В клане Учхо эту новость восприняли двояко с одной стороны им было все равно, но с другой стороны они начали укреплять свой район, отправлять больше людей на миссии, чтобы в случае чего не повторился подобный геноцид. Фугаку стиснув зубы, горевал, он потерял обоих сыновей. Хоть личность Саски не была подтверждена, он не сомневался, что это его ребенок. Его голова покрылась серебреными прядями, а жена совсем слегла от горя. Она не могла поверить, что вмиг потеряла обоих детей. Если бы не Шису и Кушана, она наверное умерла бы от стресса. Шису навещал тетушку каждый день. Это ведь была последняя просьба друга. Итачи обещал, что напишет, когда только появится возможность. Видимо он еще не знает о том, что случилось с его братом. Может это и к лучшему, ведь тот буквально жил им. Хотя юноша чувствовал, что их история еще не закончена. Они еще появятся, и все люди заценят это. Другие кланы также начали укреплять свои территории. В Конвухе была паника, хоть главы пытались это скрыть. Вмиг пошатнулся лидерство Мината. Надо было как-то решать эту проблему. Хакаги знал, что сейчас корень захочет прибрать власть себе, кто ж знал, что клан Узумаки настолько политически важная фигура. Не оставалось ничего другого, кроме как созвать тайну всех глав кланов. Паника и хаос не были нужны никому. Он покажет им силу щита. Саски вошел в ущелье и, возможно, раньше Наруто. Шаринган засек огромные сгустки чакры. Опасно пользоваться своей силой, но мальчик чувствовал, что здесь он хорошенько попотеет. Часть чакры у него исчезла еще на входе, а горы обезображенных трупов никак не внушали надежду. Учхо проявил сакунаем по стенах, чтобы выяснить предположительное расположение ловушек. Он заметил одну занимательную вещь. Трупы были без крови, а странные надписи, возможно, древние печати как раз были ржавого цвета. Отрезав палец убитого, Брюнет проверил догадку ни капельки крови. Значит, что-то в этом ущелье появится, как только он поранится. Саски решил сначала пройти немного и осмотреться. Но интерьер не менялся, все было так, словно он под действием гендюцу. Но все оказалось намного хуже. Он несколько раз проверил еще одну теорию если бы это было гендюцу, он бы его развеял, да и фуиндюцу не может обеспечить такой силой технику без постоянной подпитки чакры относителя. Оставался другой вариант, намного хуже пространственная техника. Первые врата начала подтверждали это. Призыв был как раз в духе фуиндюцу. Это объясняло бескровность и вытягивание чакры на входе. Так что вместо того, чтобы пускать собственную кровь, Учхо понял, что от него требуется нет печати, нет призыва. Метнув несколько сурикинов в стену, они отбились, не поцарапав ни одной жуткой печати. Нужно было немного отдохнуть и набраться чакры. Чадари или Аматерасу требовали много чакры. Саски знал одно точно здесь ему оставаться долго нельзя. Он принял боевую стойку и вытянул катану. Может далее его ждут опасности, но сейчас он пробьет эту чертову стену. Покрыв меч огнем Аматерасу, Учхо вытянул орудие перед собой. Чакра циркулеивала по каналах и пульсировала от ожидания чагато. Мальчик почувствовал неприятный укол в сердце. Это было плохое предчувствие. Что-то произойдет плохое. Не колеблись ни секунды, мальчик нанес два удара по стене, отчего верхний слой осыпался как пыль, а стена разлетелась буквально по камушкам. Саски едва мог дышать. Неужели это какая-то техника? Сердце болело от плохого предчувствия. Итачи. Что-то с ним? Нельзя дальше продолжать путь. Нужно вернуться в клан любой ценой. Что-то вот-вот произойдет. Прости, Наруто. Продолжай далее сам. Я позже присоединюсь. Написал Брюник на маленьком клочке бумаги и призвав небольшую змею, приказал найти блондина. Он решил немного отдохнуть и выбираться отсюда. Саски решил проверить свое предчувствие, чем снова застать весь ужас утраты. Итачи будет жить, как клан, даже если придется пожертвовать жизнью. Отдохнув несколько часов, Шиноби вернулся у начала. Где вход, там и выход верно ведь? А разве какая-то стена, эта преграда? Клан Учиха был на периферии. Улицы были полупустые, многие ушли на миссию. Фугаку был зол, обито как обычно опаздывал, чем немало злил и других. Но он жил так беззаботно и радостно. А Шису все еще отходил от нападения. Лучшие Шиноби были потрепаны, тогда чего же ожидать от других? Мужчине нужно было держаться. Его жена и так словно призрак. Учиху хотел хорошенько надрать задницу Минато, за то, что тот не смог вытянуть детей из клана Узумаки, хотя и сердцем понимал, что у Намикадзе нет хода туда. И как бы то ни было, власть Хакаги ослабла, теперь все кланы будут пытаться перетянуть аппарат управления себе. Это шанс Учиху выйти из забытья. Как только главу посетила подобная мысль, наконец-то явился обито, как обычно улыбаясь. Но он затылком чувствовал, что сквозь улыбку впервые пробиваются серьезные намерения. Мужчина коснулся рукой плеча главы, словно усмиряя его внутренних демон. Что это было? Это точно обито? Тот дурачок и повеса с нереальными мечтами? Фугаку обернулся лицом к соклановцу, но тот активировал странную технику. Я знал, что рано или поздно придет время, Фугакусон. Простите, но что вам покажется лучшим, может погубить клан, молвил обито, после чего, голова исчез под сильный взрыв откуда-то. Этого никто не мог предвидеть. Значит клан Учиха следующий. Обито глупенько улыбнулся и вытянул кулон с фотографией. Он без стеснения поцеловав ее, скривившись, когда попал по лицу какаши, но потом тепло улыбнувшись. Это его путь. Мужчина надел маску на лицо и черную хламидию. Скоро здесь будет очень грязно. Выйдя на площадь, Учиха убедился, что никого нет из гражданских. Возле разрушенного входа было двое. Охрана была убита. А это еще кто? Крикнул один из врагов, тыча прямо в обито. Эти шины биоцтупниками. На лице одного, с желтой кожей и черными, как ночь, глазами, была странная метка на лице, а у другого с багровой кожей и яркими синими глазами под левым глазом. Учиха чувствовал, что с этими двумя он хорошо попотеет. Главное ей было заманить их внутрь, а дальше уже не страшно, что кто-то пострадает. Почти все были заняты миссиями или другой работой. Дома было всего несколько людей. Какая тебе разница? Убей его и найди ценные свитки, лаконично ответил другой. Обито действовал тихо. Он активировал гендюцу. Конечно, он не дотягивал до уровня Шисуи, но все равно был способен на многое. Но в этот раз враги были более осторожными. Клоны взорвались, еще больше повреждая оборонные стены. Обито предвкушал тяжелую битву, как когда-то. Незнакомцы стояли за стеной, словно ожидачи готов. Шисуи крепко сжал плечо Обито, заглядывая своим шаринганом буквально в душу. Обито! Ты чего так вырядился? Полюбопытствовал Шисуи и засмеялся от души. Обито был главным весельем клана. Он вечно опаздывал, был неуклюжим и беззаботным, когда-то стеснительным и большим любителем фестивалей. Учиха засмущался и тяжело вздохнул. Это же просто Шисуи. Юноша моложе него, но безумно талантливый и добрый. Как и он. Да ничего, нравится. А ты чего вышел? Погулять? Порыбачить? Беззаботно спросил мужчина в маске. Он по-быстрому прикончить не вишь, наверное. Шисуи посмотрет с под плеча родственника, оценивая масштаб взрыва. На нас кто-то напал? Поинтересовался тот и закатал длинные рукава. Обито хихикнул, как малое дитя. Шисуи поблит, не успев молвить ни слова. Багровый на огромной скорости почти попал в голову Обито, точнее прошел насквозь. Но не был ни крови, ни крика. Учиха вытянул два металлических штыря и сунул один в сердце незнакомцу. Но это был клон из молний, который едва не убил обоих учих. Обито успел перенести себя и сородичей пространственной техникой в другое измерение и обратно. Уши, суеволосы стали дыбом. Что это за техника? Техника Бога Грома, то, что использовал второй и четвертый Хакаги. Как он смог избежать такого ранения? Он едва успел заметить атаку своим Шаринганом, ибо второй враг видимо оказался сенсором и нападал с длинных дистанций. Чуть не померли, картинно вздохнул Обито и посмотрел на друга. По глазах было видно, что тот улыбается. Чуть. Это еще мягко сказано. В этом мире полно странностей и загадки. Обсудим план. Эти двое боятся к нам сами идти напролом. Я не успел договорить Шисуи, как Обито снова исчез с помощью той странной техники. За несколько минут было слышно ужасный крик. Выйдя за ворота, Учхо увидел только огромное кровавое пятно, а рядом сидел связанный металлическими прутами фугаку. Шисуи! Вскрикнул глава. Он не мог ропнуться. Вся чакра поглощалась путами. Как только юноша освободил главнейшего, Обито вернулся в прежнем облике и виноватый улыбался. В руках он держал лопату и ведра. Весьма двусмысленный набор. Мужчины смотрели, что же этот дурачок 35-летний будет делать. Он просто выкопал землю, где была кровь и выкинул в помойную яму. Некоторых людей невозможно понять. Но Шисуи так просто это не оставит. Голос девушки заставил мужчину трепетать. Он схватился за лицо и убежал быстрее света. Фугаку также призадумался о том, что первым был Саски, теперь Обито. Кто еще? Что еще ждет их многострадальный клан в будущем? Рядом стал Минато с несколькими анбу. Фугаку и Минато сидели в тайном убежище Хакаги. Они пили Саски, но атмосфера была очень напряженной. Они оба понимали в каком шатком положении находились. Доверие к Хакаге было подорвано, теперь каждый в клане думает что по вороте, а к учхамы так относились с недоверием. А теперь, когда случился ряд трагических событий, враги будут нападать до тех пор, пока не получат желаемые секреты, свитки клана учих, а главное их самих. Сила их проклятых глаз давно была лакомым кусочком. Они были друг для друга спасательным кругом. Минато, я тебя предупреждал, начал глава учих и отпил немного Саки. Он пытался впервые подобрать нужные слова. Это была не та ситуация, где можно было спешить. Здесь нужен холодный ум. Твои предупреждения не смогут предсказать или избежать нападений на кланы. Я понимаю, что ты хочешь сказать, ответил блондин. Они смотрели друг на друга, словно пытались найти ответы на нужные вопросы и проблемы. Фугаку нужен был Итачи. Он слишком часто на него полагался, вот поэтому вышло то, что вышло. За дверью стояла Микки. Среди твоего окружения есть предатель. Холодно констатировал лучхо. Минатоя бровью не повел. Он мысленно предполагал такое, так как иначе враги попадали в Канаху почти незамеченными. Но кто? Узумаки уничтожены, анбудили клятву на крови. Это должен был быть кто-то сильный и проворливый, незаметный и нейтральный. Что ты предлагаешь? Прежде чем искать предателя, нужно уладить дело в Канахе. Иначе не избежать гражданской войны. Спросил Хакаги. Он размышлял над тем, чтоб использовать свой туз. Придумай сам, это твоя проблема. Я поддержу тебя, а ты поддержи меня. Думаю, этого будет достаточно, молвил лучхо и встал. Фугаку знал, что делать. Минато улыбнулся. Кажется, на одну крысу стало больше. Выйдя из комнаты, Амикки переместил главу домой. Собери всех, пора солнцу отдохнуть, а Луне предстать во всей караси. Приказал Фугаку. Он смотрел в глаза Абита, которого связали четверо Шиноби. Он смотрел и улыбался. Кто ж знал, что ему придется убить свой клан еще раз. Хотя кто знает. Кто ты такой? Начал допрос Фугаку. Ему было бы проще, если бы это делал кто-то из клана Иманука. Но сейчас не те времена, где кланы содружествуют. Шисой стоял сзади. Он не понимал, что происходит. Неужели обито, как и Наруто с Саски? Или это враг? Не делай того, о чем пожалеешь, Фугаку. Ты убьешь целый клан ради власти. Спокойно спросил мужчина. Он был серьезным, словно опытный вояка. Пожалею. Ахаха, Учхо сейчас в аду, наш клан опозорили и относятся как к отребью. Мы сильнейшие, так что в гонке за властью покажем, кто здесь господин, ответил глава. Он махнул рукой в сторону Шисуи. Юноша не знал, что делать. Он не сказал никому, что увидел, на что способен обито. Но он был с ним согласный. Ни одна война не стоит жизни людей. Мужчина был проворанным. Он использовал временную пространственную технику и украл Шисуи, не дав том использовать свое гендюцу. Фугаку не понял, что произошло. Как он исчез? Шисуи. Прежде чем ты сделаешь то, что хочешь, давай-ка я поведаю тебе одну печальную историю. Предложил обито и присел. Шисуи молча сел рядом. Он не хотел нападать на родственника. Я не хочу причинять тебе вред. Но мне придется вернуться в клан, четко молвил юноша. Обито засмеялся и потрепался клановца по голове. Его беззаботная жизнь оказалась такой, какой он себе представлял. Знаешь, Шисуи, я рад, что и в этой жизни ты такой же добрый и отзывчивый шиноби, который думает, что люди их, а не о положении. Такие как ты обычно умирают либо рано, либо разочаровываются и становятся злодеями, начал мужчина. Он откинул голову и закрыл глаза. Он вынуждал себя вспоминать то зло, что причинил многим. Шисуи молча слушал. Он понимал, что Обито ответит на все его вопросы касаемо Наруто и Саски. Я не из этого мира. Моя жизнь была куда мрачнее, чем это. Я был слабым ребенком, который мечтал стать Хакаги, покорить Вин, победить Какаши. Но однажды на миссии я был смертельно ранен и должен был бы умереть. Камень раздавил половину моего тела. Но нет, я оказался живым. Меня спасло величайшее зло. Так бывает всегда и с хорошими людьми в момент отчаяния, когда кажется ты сыграл в ящик, сердце переполняет ужасную боль, а сквозь тьму не пробивается ни одного лучка солнца, начинаешь понимать, что и тьма бывает разной, что самые светлые ее оттенки и есть тем лучиком. Меня спас Мадара, хоть ты и спросишь как это возможно, я отвечу что да очень даже вполне. Он исказил мою мечту, дал поверить, что избрав его путь я смогу принести добро во всем мире. Познаешь, он и сам ошибался. Я увидел смерть любимой и это еще больше дало меня понять, что я на верном пути. Я убивал, разжигал конфликты и даже создал одну из сильнейших преступных группировок. Прервался обито. Ему горько было вспоминать о своем прошлом. Но он должен рассказать все. Ведь именно Шисой найдет решение в этой ситуации, которая когда-то не смог и точить и заключил сделку с дьяволом. Шисой побледнел. Он не ожидал, что такое вообще возможно. Что же тогда произошло с ним самим в том мире? Неужели он тоже вершил зло? Может это и есть расплата за такую силу? Он еще больше запутался. Мужчина заметил, что его родственник в растерянности, но тем не менее продолжил. Дальше Учиха захотели получить власть, так как отношение к нашему клану было еще хуже, чем сейчас. Хакаги пытался достичь компромисса, но корень в голове с Дэнзой решили иначе. Они предложили Итачи убить свою семью, тех, кем он дорожил больше жизни. Шисой не выдержал и перебил обито. Он никогда так не поступал, но в голове не складывалась эта информация. Как же он мог допустить это? Как Итачи мог пойти на этот шаг? Что же произошло со мной? Как я мог допустить такое? Как я мог позволить Итачи пойти на этот шаг? Почему я бездействовал? Почему перебили уже Шисой? Обито погладел по голове соклановца, пытаясь так успокоить пыл. Ты покончил самоубийством, и прежде чем ты спросишь, почему, все дело в твоих глазах. Даже в том мире ты обладал необычайным даром, и охоту на силу чих объявил Дандзе Шамура. Он многих погубил ради этого, он смог тебя победить и украсть один глаз. Тебя нашел Итачи, Итачи отдал ему второй, чтобы он не достался никому другому, после чего убил себя, тем самым помог еще и другу открыть мангекю шарингом. Ты поступил благородно. Но никто кроме меня Итачи об этом толком не знали, ответил мужчина нарочно забыв упомянуть, что из-за этого поступка Итачи стал изгоем. Правда была тяжелым бременем. Шисой держал себя в руках, он хотел услышать полную историю. Итачи решил убить свой клан, чтобы не было гражданской войны, так сказать обошелся малой кровью. Он заключил сделку со мной, и я помог ему это сделать. Но от этого лучше не стало. Это было затишье перед бурей. Дальше было много нападений на Канаху, а потом и Четвертая мировая война, в которой погибло много людей. Я осознал о том, что пошел по кривой дорожке тогда, когда погибло так много людей. Мои руки по локоть в крови. И мне жаль, что я осознал это почти перед смертью. Я и Итачи убивали, наша идеология почти совпадала, но в отличие от меня он защищал свою страну до конца, а я падал все ниже и ниже, забывая о том, что мечтал защищать, а не убивать. Я рассказал тебе эту историю не для того, чтобы снять нашу, а для того, чтобы ты нашел решение, как избежать подобной ситуации. Ведь иначе ты знаешь, что будет дальше, может не совсем по тому же сценарию. рассказал Абита. Настала тишина. Нужно было обдумать слово товарища. Наруто обдумывал о том, что же делать дальше. Нужно было идти дальше. Ему было интересно, как там Саски, что происходит в Канохе, в порядке или Феникс. Мальчику было не по себе от атмосферы. Озеро странно влияло на него, было в нем что-то колдовское. Он встал и подошел к воде. Оно все больше и больше завлекало внутрь. Как настоящий водоем, вода колебалась подобно морскому бризу, чем больше она обмывала ноги, тем быстрее блондин шел внутрь. И это было не Гендицу. Химию мы сразу запоподозрили неладное. Но что бы они не делали, толку было от этого мало. Вода была как живой зверь. Войдя по шею, Наруто начал слышать голоса умирающих, цвет с темно-синего превратился в алый. Это было озеро крови. Кровь была густой и липкой, свежая разбавляла старую со свертками. А под ногами было садок из удивительным образом перемолотых трупов и сгустков. Курама пытался освободить чакру, чтобы испарить водоем, но все каналы были забиты. Все же здесь много умерло и их чакра как раз таки поддерживала этот водоем, наполнял не только силой, но и кровью. Это было жуткое зрелище. Тем, кто погрязли по голову, свезло еще меньше. Было слышно хруст костей и недолгие крики. Подобная судьба ожидала и мальчика, но Ами успел укрепить тело господина, чтобы хотя бы избежать переломов. А чакра и немного уменьшила влияние озера на тело. Это заставило Наруто остановиться и стоять до победного. Он не знал, что делать, как себя спасти. Он впервые оказался в подобной ситуации, из которой нет даже малейшей лазейки. Здесь даже Курама был бессилен. Чем мощнее чакра, тем больше завлекала. Над водоемом появились врата, из которых падало огромное количество трупов, а их сгребал какой-то человек в маске. Сила озера увеличивалась и противостоять ему было трудно. А Ами вдруг вспомнил, откуда он знает этот водоем. Что случилось? Вдруг спросил Амэ, увидев, как вытянулось лицо любимого. Даже Химус стал на минуту серьезным. Выкладывай, иначе это будет последнее, что ты видел в этой жизни, пригрозил Каэди и закурил. А Ами выдохнул и начал рассказ. Это Марио, дух, что поедает мертвые тела. Но я никогда не видел его настолько огромным и сильным. Он никогда не питался живыми. А это значит, кто-то искажает его сознание, заставляя поедать всех подряд. Каэди откинул голову, делая еще одну затяжку и попутно гладя по голове Химе, тем самым раздражая последнего. Мальчишка пытался оторвать ненавистную руку от своей головы, но попытки были тщетными. Отстать, старик, грубо буркнул Химе, но его проигнорировали. Как его победить? Кратко спросил Каэди. А Ами недолго размышлял, так как был только один вариант. Если он есть мертвых, значит надо дать ему столько живой чакры, чтобы он пришел в себя, тогда сможем убежать, предположил морской бог. Все окружающие внимательно слушали, Химе смирился с рукой чревоугодия и размышлял, а как бы провернуть этот трюк. Наруто, тебе стоит высвободить чакру Янь, если я не ошибаюсь, а Каэди ее усилит. Так мы попытаемся о себе заявить, а потом вы ума и Химе займетесь его сознанием. А я и далее буду укреплять тело, чтоб нас не затянуло. Молвила Ами. План был хорош. Оставалось только сделать все, чтобы его осуществить. Наруто попытался сконцентрироваться и начал медленно превращать запас чакры Курама в Янь, тем самым отделяя Инь. Каэди усилил действие, отчего вода действительно прекратила давить и немного ослабила влияние. Но это далось огромным трудом. Каэди выдохся всего за 10 минут работы. Из носа потекла кровь. Химе посмотрел на ней друга, но взял за руку Каэды. Им нужно было как-то повлиять на озеро. Они сами не понимали как это сделать. Синие глаза Наруто превратились в темно-вишневые. Ума могла влиять ментально, контролировать тело врагов или спутывать сознание, тогда как Химе мог полностью контролировать и переделывать сознание. Осмотрев водоем, они не знали на кого должны были влиять. Против природы ты бессилен, но благодаря Аме, зрение мальчика усилилось в несколько раз. Они заметили одного мужчину одетого с ног до головы. Его глаза были злыми и судя по тому, как он смотрел на них, было понятно, что он тот, кто контролирует водоем. Но с такого расстояния почти невозможно хоть как-то повлиять на врага. Незнакомец заметил, что мальчишка все еще живой. Он ткнул мечем в мертвое тело и коснулся рукой в темной перчатке крови, превращая ее в туман. Марио вобрала в себя кровь, отчего начало еще больше влиять на Наруто. Каэди понимал, что если он поможет уме, их быстро затянет. Это была тупиковая ситуация. Здесь бы матер с усаскилой как не помешало. Или пространственная техника бита. Надо заставить этого урода прийти к нам, предложил Химы. Каэди улыбнулся когда увидел, что мальчика показал настоящего «Он прекрасно понимает, что как только войдет в озеро, как сам же попадет в свою же ловушку. Ответила девушка, но тут ей пришла в голову одна идея. А что если Наруто из нас выпустит и мы нападем на этого урода? Предложила Уме. План был идеальным, но как это осуществить, если Наруто не мог сложить печати? Он едва пальцами двигал. Хороший план, но кого мне выпустить, если мне все же получится? Спросил Наруто. И он был прав. Все вместе они могли поддерживать хотя бы это состояние, а если пойдет Хима или Уме толку из этого не будет, ведь озеро нужно перейти, и еще хоть как-то сразиться с врагом. Ты прав, но у нас нет выбора, нужно что-то делать. Нам бы не помешали лишние руки, ответила Ами. Каждый выдохся. Силы ходили почти что в никуда. Нужно было что-то решать. Тогда я освобожу еще один грех. Будь что будет, он не сможет завладеть телом, пока мы в этой ситуации. Но мы либо выживем, либо помрем, сказал Джин Чирике. Никто не возразил, ведь больше никаких идей и не было. Блондин призвал столбы с масками. Нужно было решить кого вызвать. «Остались только гордыни, зависть и алчность. Кого выбрать? Зависть?» спросил мальчик. «Здесь нужно было не прогадать». «Я бы не советовал», молвил Хима, «Зависть обычно сильнее всех влияет на человека, поэтому как насчет гордыни?» Каэди поддержал Химы. Наруто думал кого выбрать, но подойдя ближе к маскам, ощутил жар от маски гордыни. Она стала из белоснежно-белой светиватыми узорами черной и только синей линии подчеркнули контур глаз и губ от того же цвета. Это была жуткая маска, она вгоняла в ужас одним своим видом, но тем не менее Наруто не чувствовал ничего подозрительного к этой маске, словно он знал, что за человек будет в ней. Мальчик коснулся рукой к синему ромбу, пытаясь активировать маску и к счастью это не составило труда. Это было так легко и непринужденно. Но человек который появился оказался тем, кого Наруто не ожидал увидеть. Он был в глубоком шоке. Ребята это же он? Вы тоже его видите? Тихо прошептал джинчирики и упал на задницу. Ами и Каэди повернулись в сторону исходящего голоса. Они также удивились. Хима вовсе обнял мужчину. Горды не прикоснулся в бом колбу к блондину. Рад встрече, Наруто Кун, молвил приятным голосом общий знакомый. Саски успешно добрался обратно в Канаху. Он спрятал свою чакру и использовав технику перевоплощения пошел прямиком в клан. Но как и ожидалось, там было полно охраны, которая буквально следила за каждым сантиметром территории. все же недавно случилось нападение. Так что теперь так просто не войдешь. Саски призвал маленькую змею и послал ее разведать обстановку. Обойдя весь клан, мальчик заметил, что скорее всего было нападение. Не зря у него было плохое предчувствие. Но где же Шисуэ? Его похитили. В доме Фугаку больше всего была усилена охрана, его охраняла элита, которая была если не сильнее Тачи, так точно на одном уровне с ним. Только они постигали все техники Учих, в том числе и древние запретные. Их лица были скрыты за черными банданами, а глаза очками. Таких охранников Фугаку растил специально для себя и никто кроме него не знает об этом, даже Тачи. Они настоящие воины, которые выполняют приказы без оговорок, у них нет чувств, а только одна цель служить клану Учиха. Саски настораживали эти люди, которые выглядели как клан одинакового роста и комплекции. Дальше змею сожгли с помощью Аматеросу. Руку мальчика больно обожгло. Самое удивительное это, что он не помнил подобных людей в прошлой жизни. Видимо это кто-то, кого он знал и тот, кого прятали. Или же это враг. Один из стражников вошел внутрь в дом. Фугакусан, начал он. Глава клана медитировал при свете одной свечи. Говори, четко приказал мужчина. Стражник сел на одно колено и низко поклонился в знак уважения и покорности. Кто-то пытался пробраться сюда, ответил безликий. Фугаку заинтересованно открыл глаза и нахмурился. Он не мог найти Шису и Саски. Они словно в воду канули. Кто это? Вы узнали, что он хотел? Строго спросил глава и посмотрел прямо в глаза стражнику. Тот передал ему картинку происходящего. Мужчина в ответ кивнул, после чего подчиненный тихо вышел. Змея. Кто-то собирает информацию. Сделайте так, чтоб все, кто бы не попытался сюда войти, видели картинку благополучия и радости. Оставшихся эвакуируйте в убежище, приказал Фугаку куда-то в пустоту. Но он точно знал, что его приказ исполнит. Клан очах так просто не оставит гонку за власть. Он ждал, когда наступит нужный момент. Но сначала он решит вопрос с семьей. Саски почувствовал, что его засекли и попытался уйти, но прежде чем он это сделал, стражник стоял в трех метрах от него, а сзади ему зажали рот и перенесли куда-то. Это была очень знакомая техника. Подняв голову, он понял, что это обито. Как только они оказались в знакомом месте, Саски приставил два пальца к горлу Сардача. Тебе следует объясниться, если не хочешь умереть, холодно пригрозил мальчик. Но его хватку ослабил Шису, активировав шарингом. Кажется, нам есть о чем поговорить, Саски кон, ласково молвил Шису и погладил младшенького по голове. Наруто не мог поверить, что перед ним стоял Хакари как грех гордыни. Столько вопросов хотелось задать, что голова отказывалась вообще хоть как-то работать. Разве не после смерти становится одним из этого проклятия. Его убили. Что же произошло в клане? У нас не времени размышлять о том, как я здесь оказался. Сейчас, как я понимаю его в затруднительном положении, развеял общее удивление мужчины и погладил по голове обнявшего его Химы. Да, но как ты узнал? Откуда нам знать, что ты не хочешь нас обмануть? Спросил Уме. Наруто смотрел в глаза возможно бывшему наставнику. Химы также смотрел и сильно сжал мужчину, тем самым пробравшись во все закоулки его сознания. Он узнал все и даже то, чего не следовало знать. Хм, он сам себя обрек на это проклятие. Ребята, это точно Хакари, уверенно ответил мальчик и улыбнулся. Наруто сжал кулаки и усмирил любопытство. Тогда выпустим Хакари. Я не знаю, какие способности у Хакари как у гордыни, но он опытный Шиноби, предложил Наруто. Никто не пытался возразить. В такой ситуации один из сильнейших в клане узумаки это подарок с небес. Прежде чем вы это сделаете, помните я теперь гордыня, и я сам не знаю своих способностей полностью, но уверен в одном я один из тех грехов, которые больше всего используют чакру своего хозяина, в отличие от чревоугодия. Поэтому, как только я ослаблю влияние на тело Наруто, сразу же запечатай меня обратно, если не хочешь отключиться от потери чакры. Предупредил Красноволосый. Это был разумный план, но трудно в исполнении. Наруто вздохнул и решил, что больше нет времени ждать. Он снял печать с Хакари, и тем самым освободил его во внешний мир. Хакари стоял на воде. Снова живой. В груди заныло, как-никак всего недавно вырвали сердце. Вода отянула чакру. Мужчина улыбнулся, где ж еще он увидит такой кладезь чакры? Он же необык то. Нарисовав быстро печать, которая напоминала Хризантему, он коснулся поверхности водоема. Цветок украсился в красный и быстро начал расцветать, а рядом создавались другие печати, которые насытили чакрой Наруто полностью, так, что он едва смог удержать такое количество. Водоем снова приобрел привычный голубой цвет. Джен Чирики стал на поверхность воды. Он давно не чувствовал себя таким бодрым и отдохнувшим. Стой здесь, я разберусь с противником, кажется я понял свою способность, молвил бывший хранитель и побежал прямо к противнику, который кстати не ожидал, что вот так повернется ход событий. Но не успел красноволосый хоть что-то предпринять, как враг скрылся. А у него внезапно полилась кровь из носа. Наруто быстро подбежал к наставнику и обратно запечатал. Другие грехи окружили давно знакомого человека. Кажется я переусердствовал, улыбнулся мужчина и лег. Прежде чем заняться допросом, мальчик побежал к небольшой пещерке, чтобы наложить печать и спрятаться. Ему нужно было отдохнуть. Поставив привычную печать, мальчик лег и закрыл глаза. Теперь появилось время для допроса. Объясня, что произошло? Спросил прямо в лоб Наруто. Другим также было интересно. Они не могли поверить, что такой сильный шиноби как Хакари мог умереть, это же невозможно. Что тогда же случилось с остальными? Он убил их, ронял? Я умер, хихи. Простите, не так я уже силен, легкомысленно улыбнулся Феникс. Хакари не стоит его ученику узнать все детали его смерти. Ну как? Задал логический вопрос Джинчерике. Красноволосый вздохнул и закрыл глаза. Я не помню, это случилось как-то внезапно, бах и я отключился, но скажем так, не закончил мужчина, он передумывал выкладывать все сразу. Блондин понял, что пока тот не захочет рассказать, он не узнает. Поэтому решил задать уже более значимый вопрос. Ты говорил, что понял свою способность. Так в чем же она заключается? Спросил Джинчерике. Феникс улыбнулся и сел. Все очень просто. Моя способность это я сам. Ответил весело наставник. Никто не понял, а у Каэдзи даже трубка из рота выпала. Даже такой человеку как он, который здраво и логически мыслит во всей этой компании, не понял. Слово как раз в духе гордыни. Это как? Вживаешься в роль? Позлорадствовала Ами. Хакар искренне засмеялся. Да нет же. Гордыня это самолюбование, восхищение самим собой. Так моя способность это то, что было у меня при жизни, то есть особой силой меня не наделили, кроме как ограниченным контролем призвавшего меня. Я могу полностью контролировать свою чакру и при должным обучения быть независимым от него, пока чакра не иссякнет. Так что тебе повезло Наруто, что я твоя гордыня, а никто другой. Удивительно, что я понял смысл этого греха после смерти, ответил бывший хранитель. В общем-то Хакари очень даже выгодно устроился после смерти. Он был силен еще при жизни, то он есть особого бонуса от проклятия ему не нужна, возможно большие затраты чакры оставался огромным минусом. Не всегда будут такие ситуации как сейчас, когда находишься у сосуда чакры или прямо в нем. Вот как, надеюсь когда-то ты сможешь мне рассказать, что же произошло тогда, как бы трудно и больно не было, прошептал блондин. Нужно было идти дальше. Времени было мало. Сняв печать он побежал дальше. А Шинобе, глаза вышел из стены. Улыбнувшись он что-то записал в свой блокнот. Кажется, арасисан, у вас будет хорошее зрелище, сам себе под нос прошептал враг и снова исчез, оставляя на камне кровавую пыль. На удивление путь был легок и никаких опасностей или же ловушек. Затишье перед бурей. Он бежал пока ноги не заболели, а тело не начало ныть от усталости. С небольшими перерывами, Наруто добрался к огромному камню, что загораживал дальнейший путь. А на нем была знакомая печать. Видимо это и есть точка прибытия. Мальчик предвкушал, что же его ожидает за стеной. Но он знал точно, это будет бурей. Саски отпустил обито, хотя очень не хотел этого делать. Но он знал, что в шесу заставят быстро его передумать. Согласен. Но прежде я хотел бы узнать, что происходит. холодно молвил мальчик. Обито кивнул другу. Саски засунул руку в карман. Он был готов призвать меч, на всякий случай. Я б не советовал так делать, легкомысленно молвил обито и улыбнулся. Шесу вздохнул, его в последнее время окружали странные люди, которых он вроде бы знал, а потом оказывается, что совершенно не знал. Как я понимаю, вы собиты из одного измерения. Прямо заметить возможную ложь. Мальчик попытался сделать вид, будто не удивился. Но он не знал, что кроме него и Наруто, кто-то еще был с его измерения. Но обито же умер. Тогда выходи они тоже. Да, но я хотел бы узнать ответ на мой вопрос, потребовал вдруг Саски. У каждого было много вопросов. У обито что же было после? Как закончилась война, смог ли вану Зумуки? И скорее всего назревает война между кланами, каждый хочет стать в главенстве. Поэтому нам стоит что-то предпринять иначе мы сами погубим себя. Кратко ответил мужчина. Хотя даже он запутался если учиха выступит они могут оказаться как победителями, так и общими врагами. У них репутация и так не самая лучшая в деревне. Но с другой стороны, если не усугубиться. Сейчас каждый ожидает первый шаг. Ведь тот кто начнет получит либо лавры либо нашу ответственности. Но войны не избежать, пока Хакаги не разберется и совсем. Нам нужно зумий, четко молвил Саски. Он посмотрел серьезно набито, словно намекая, что он должен заняться этим вопросом. Зачем? Вдруг спросил он. Шисуи сам не понимал для шантажа? Чего фигура между Хакаги и кланами, да и Хакаги много ему доверяет. Так мы сможем узнать его намерение и возможно помочь Хакаги удержать власть или наоборот забрать ее. Весь исход ситуации зависит только от него, объяснил мальчик. Это был нереальный план, местами безумный, но хотя бы для успокоения души можно узнать какой же на самом деле Хакаги. Добро, под скорлупу и зло или же наоборот, тщательно прикрываем на зло. Шису сидел и смотрел на своих собеседников. Он не хотел принимать тот факт, что перед ним сидят люди из другого измерения. Ему надоело сидеть в невидении, помогать в том, в чем он сам уже не уверен. Его слишком долго использовали другие, так что теперь нужно просто прекратить надеяться на что-то. Он знал, что может внушить им говорить и делать все, как он хочет, но рано. Когда ты не знаешь подробностей, можно нарушить то, о чем пожалеешь в будущем. Я не стану вам помогать, пока вы все четко мне не объяснить вплоть до мелочей. Однажды я помог вам, пусть не совсем по своей воле, и чем все это обернулось? Так что советую по-хорошему рассказать все, без каких-либо секретов. Возможно вы знали меня в своем измерении, но в этом не стоит меня недооценивать. Шису закрыл руками лицо и активировал шарингом. Ваши руки отделены от вас. Вы не можете их контролировать. Они медленно касаются шеи и сдавливают. Обитые соски вскрикнули от неожиданности. Они не чувствовали собственных рук, но зато шея болела, а воздуха стало не хватать все больше и больше. Они не могли сложить печати, а шаг вправо или влево был под полным контролем цепкого взгляда родственника. Вы чувствуете, что не можете воспользоваться силой своих глаз. Вокруг темнота. Вы ослепли. Обита попытался исчезнуть, но вдруг пелена закрыла глаза, а потом и вовсе темнота. Он никогда не чувствовал на себе силу глаз Шису, и рад, что он не успел стать его врагом в прошлой жизни, а то кто знает, как бы повернулись события. Такую силу наверное боялся бы сам Адара. Ваше молчание не спасет вас. Не думаю, что каждый из вас хочет умереть во второй раз, холодно говорил Чеха, словно добивая их морально. Он сидел и смотрел. Ослабив хватку, пленники вздохнули ответил Саски. Но Шису не удовлетворил этот ответ. Ну что ж, Саски, ты будешь первым. Ценю твою смелость, холодно ответил тот. Он выдержал паузу, для того, чтобы заставить их не слышать никаких звуков, кроме его голоса, создавая эффект вакуумной комнаты. Это была самая лучшая пытка. В голове пленников был ужасный свист, мозг отказывался работать. Расскажу все, что произошло в клане Узумуки. Где Наруто? Зачем вам Изуми? Какая роль Рисона в вашем плане? Вопросы были заданы медленно и отчетливо. Мужчина знал, что получит на них ответы. Саски не знал, что и делать. Он действительно почти все рассказал, но утаив некоторые детали. Как же глупо он попался. Но именно сейчас он чувствовал гордость за то, что именно этот человек был другом его брата. Именно он отдал жизнь за бравое дело. Идеал и ни на минуту не поколебался и не засомневался в собственном выборе. Мальчик улыбнулся. Пьяный мозг отказывался рассуждать трезво. Я не знаю точно. Ка-ха-ха-ха, мы с Наруто убежали. Нам помог один из хранителей, едва молвил юноша и закашлялся. Бронхи от уклизения хватки воздуха и хрипы во время жгли в груди. Шисуя ослабил хватку рук, давая возможно собеседнику дышать вольнее. Продолжай, четко приказал тот и смотрел за каждым вздохом мальчика, словно ожидая хоть какого-то подвоха. Надышавшись, Саски продолжил, потом мы узнали, что Росси, глава одной преступной группировки, утроил турнир, в котором хочет отобрать лучших для обучения запретным техникам. Мы направились в это место, где позже разделились. Но потом я вернулся в Канаху, так как было плохое предчувствие. Хочешь знать остальное отпусти, ответил мальчик и начал торговаться. Но этот трюк нельзя было провернуть против Шисуя. Он знал в каком положении находится и Саски явно был не в выигрыше. Не торгуйся, продолжай, а то снова верну в прежнее состояние. «Я уже кое-что тебе расскажу», приструнил собеседник и учиха. Шисуя ослабил хватку на горле обито, так как тот начал буквально синеть. Но было похвально, что никто из них не кричал о пощаде, а терпели до конца. «Так, что за страна, в которую вы направились?» Продолжил допрос Шисуя. Саски стиснул губы, но понимал, что ничего не может сделать. Тело отказывалось слушаться, чтобы он только не предпринимал. «Страна скрытая в камне», кратко ответил он. Шисуя обдумал ту порцию информации, что он только что получил. Ему хотелось бы узнать о Хакаге и его мотивах, но понимал, что Саски не может знать, ведь во-первых был в клане Узумаки, как пленник. Во-вторых Хакаге никого к себе не подпускает, и так просто о своих планах не говорит. Едва ли найдется такой человек. Можно теперь было приступить к следующим вопросам. «Зачем тебе изуми?» Дальше спросил мужчина. «Я уже говорил, чтобы узнать о планах Хакаге», честно ответил мальчик. Прежде чем задать последний вопрос, Учхо решил теперь немного допросить обито и дать мальчику передохнуть. Он повернул голову к другому собеседнику, оценивая его состояние. И в отличие от Саски, тот оказался намного проворнее. Тот укусил себя в язык, искусал до крови губы тем самым провоцируя боль, он упал лицом на пол. Обито не был силен в индийцу, но будучи главой самой сильной преступной группировки в своем измерении, кое-какие трюки он знал. Маленькая змея из крови была незаметна для Шису и по одной причине она была создана из крови плоти самого обито она укусила его в шею и влилась в кровоток точкой и когда Шису обратил свой взор на него было уже поздно он был в сознании и мог контролировать свое тело полностью перед Шису стоял фантом и когда тот заподозрил неладное обито вошел в измерение еще раз и связал по рукам родственника и прижав рукой того головой к полу не давая ни шанса хоть как-то использовать силу своих глаз Шису тебе стоит научиться доверять нам не стоит поступать вот так у нас всех общая цель спасти канаху так что побав пыл сопливо молвил обито ему трудно было говорить так как он дольше пробыл в гипоксимии а раненый язык и губы отказывались слушаться шея зюдила и мыла от пронзительной боли пленник искренне зауважал обито он никогда бы не подумал что этот дурачок окажется таким сильным рассудительным шиноби Шису и обмяк и как подняв голову снял действие гендюцу тем самим освободил саски обито медленно отпустил пленника и сел рядом теперь они снова сидели как и прежде неловкое молчание разрушил саски так теперь план похищения изуми в силе или нужно еще какие-то моменты прояснять едва спросил мальчик мужчины кивнули в знак согласия теперь оставалось главное собственно найти изуми наруто стоял перед стеной словно выжидая хоть какого-то подвоха седьмое чувство молчало коснувшись рукой он ничего не почувствовал обычный камень стиснув плотнее пальцы к стене он направил чакру янь тем самым заставив преграду трескаться осыпаться впрочем за стеной было достаточно людно около двадцати потрепанных шиноби которые смотрели на него с любопытством презрением капелькой уважения место в котором оказался джинчурики была огромная открытая площадка которая отдаленно напоминала арену он запрокинул голову и посмотрел на небо благодаря новым умениям он смог разглядеть едва заметные печати которые создавали паутинку чакры радужка тут же стала голубой так он смог рассмотреть что где-то в конце арены сидит тот кто поставил эту печать и собственно питает ее так просто войти и выйти не позволит на огромном выступе сидели еще несколько людей наруто не смог никого распазать так как их лица были скрыты за масками все они сидели за одинаковыми каменными стульями видимо это были судьи а между ними возможно и сама Россия мальчик медленно приблизился к толпе тут же появилось много незнакомых шиноби в черных масках они стали плотно по периметру видимо их будут оценивать и наблюдать за каждым шагом Россия очень хорошо подготовился но количество не всегда значит качество что теперь выкрикнул кто-то из толпы наруто понимал что теперь будут бои скорее всего на смерть и те кто останутся собственные станут теми бойцами новой армии бой без правил на смерть а куда-то прозвучал ответ толпа начала орать словно одобряя эту затею но приятного здесь мало скорее всего большинство это преступники отступники то что их станет наполовину меньше омрачало перспективы с другой стороны джинчирики понимал что если все эти шиноби прошли до этого этапа значит они не слабаки пустозваны один из смотрителей подошел к сидевшим и раздал им блокноты наруто уже приготовился к худшему что бой будет среди толпы а вось кто кого убьет быстрее но к счастью это всего лишь было предположение разойдитесь с каждой к смотрителю мы поделим вас по группам потом будут боя четко молвил чей-то голос джинчирики послушно пошел к смотрителю что стоял ближе к выходу он не хотел сбежать просто ему комфортнее было стоять без чьего либо соседства кроме как блееми небезопасного смотрителя ему то уж точно не выгодно убивать его да и стоит учитывать тот факт что среди этих шиноби могут быть мастера гендюцу и некоторые захотят подготовить противника к бою смотрельщик смотрел в глаза словно ожидая приказа или что-то еще ну внешность у мальчика была соответствующая седой старец да с ним любой хотел бы драться он слегка перемудрил с конспирацией полдня прошло просто так было шумно им принесли еду но народ не притронулся ни к чему он просто сидел медитировал он был готов ко всему вдруг узумаки почувствовал пронзительный взгляд в свою сторону открыв глаза он встретился взглядами незнакомец на него смотрел и удивлялся но чему возрасту нет здесь не все так просто наруто накопил чакры в глаза и посмотрел снова на незнакомца он чем-то казался ему знакомым на теле на правом шестом ребре была странная печать возможно из разряда преображений значит кто-то еще проник сюда для разведки и этот кто-то возможно точно так же чувствует его чакру это определенный сенсор и прежде чем завершить цепь мышления логическим умозаключением прозвучал глухой гонг который предвещал начало боев Рюи стоял перед возможно самым крепким барьером который ему приходилось видеть за всю свою жизнь находясь 30 метров под землей звук почти не проникает отчего все семь чувств обостряются и судя по тому что в этом месте что-то упорно храняют не давало покоя отшельнику ему казалось что этот барьер который был абсолютно непримечательный для непрофессионала и ничем не отличался от каменной плиты знаком огня словно живой и независимый организм что готов поглотить его но он был драконом чей взор мог различить любую ложь и сейчас он битый час стоял и не мог понять что это такое поторопившись с выводами он прежде ударил в стену отчего получился сильный ожог а чакра была выпита едва ли не с каждой клеточки кулака к счастью отшельника он среагировал мгновенно и отскочив на шаг дальше подождал когда раненая конечность восстановится он был полностью уверен что это детище было дело рук хакаги и судя по результату здесь хорошо постарались узумаки кажется ему впервые будет необходима помощь наруто расслабленно сидел несмотря на то что гонг что-то да предвещал в зале была тишина каждому было интересно что будет дальше кто с кем будет драться что ожидает победителей в этом месте как в настоящем государстве есть главный и есть правило но в отличие от первого эти правила никто не знает спустя несколько минут тишины третий слева человек поднялся с кресла что был на выступе и осмотрелся сегодня будет финальный этап вам даются 10 минут чтобы найти себе напарника мне все одно что будет происходить за это время правил никаких нет вы можете убивать сидеть но если за этот срок у вас не будет партнера то убивать одиночек будем уже мы время пошло спокойно молвил мужчина и не спеша вернулся на свое время это был очень интересный ход своего рода естественный отбор сильный пойдет к сильному а слабый умрет во время этого таким образом сократится время для настоящих боев но с другой стороны зачем им убивать тех у кого не будет пары соглашением времени наруто сразу уже понял как сглупил от него убежали почти все до этого понятно кто хочет объединяться со стариком такого можно прихлопнуть легко еще хуже было то что он не сможет найти себе партнера из-за такого предвзятого мнения а это означает что если его не убьют во время десяти минут то тогда убьют кто-то из главных наруто и дальше бык продолжил думать о безысходности ситуации пока не заметил как один и тот же человек смотрел на него словно ожидая что-то увидеть или скорее рассмотреть но что много кто к нему подходил но не мог коснуться и пальцем что-то невидимое его защищало аура из чакры джинчирики было посложнее те кто нашел пару начали нападать на слабых и к сожалению он причислялся к ним первого нападающего блондин оттолкнул потоком ветра из руки он пытался сохранить как можно больше чакры поэтому в основном пользовался тадюцу наруто использовал все навыки чтобы не раскрыть свои техники тот незнакомец и дальше пялился не моргая отбив последнего нападающего сильным ударом в живот бритоголов сдвинулся с места и подошел что думаешь насчет партнерства кратко предложил тот и вытянул руку наруто очень сомневался но прекрасно понимал что выбора у него нет хорошо но знай что я тебе не доверяю четко ответил джинчирики а крепко сжал руку незнакомец улыбнулся это не то место где находят друзей сейчас я предлагаю шанс выжить обоим ты мне кажешься непростым стариком а точнее не тем кем кажешься сипло сказал мужчина он снова проверял его навшивость но наруто не дрогнул ни мускул тот незнакомец был прав они сюда не чай пришли пить меня зовут минма сжал руку Техников интересовала сила главных. Сзади троих неудачников появились трое надзирателей, которые едва коснувшись рукой использовали технику, которую Наруто пришлось видеть еще на войне. Это была техника Паку, из деревни скрытой в песке одним касанием двое превратились в пыль, кончина третьего оттянулась всего на минуту, так как рука, пройдя сквозь водяной барьер сварила его заживо. Страшная и впечатлительная смерть. Таким образом была показана власть и могущество организации, в которую добровольно решились вступить многие. У участников были смешанные чувства, кто-то восхищался, кто-то боялся, другие же были рады, что все же нашли пару в срок. Поздравляю, у нас 11 команд. И так как выигравшие вступят в организацию, мы даем вам один день, чтобы полностью узнать друг друга. И в это время вам запрещено убивать кого-либо. Нарушителей ждет смерть, мол, ввел второй исправа, после чего все главные исчезли, остались только надзиратели. Наруто хотелось спать и есть. И теперь, когда было одно действующее правило на жизнь, он смело принял еду, которую дал надзиратель рис и вода. Сейчас это казалось пищей богов. Может человек им может протянуть 40 дней без еды, но не в такой ситуации. Пообедав или поужинав, Джин Чирики был готов начать знакомство. «Кучера, зачем ты пришел сюда?» Прямо спросил Наруто. Мальчик лег на холодный пол и попытался расслабиться. Бритоголовый немного подумал и лег рядом. «А ты почему?» Спросил тот в ответ. Наруто повернул голову и нахмурил брови. «Я спросил первый», — констатировал Узумуки. Кучера быстро издался, все это время он смотрел в упор на собеседника, вглядываясь в него. И кое-что он понял точно. Во-первых, это не настоящий облик, а во-вторых, тот либо из клана Хьюга, ведь его удары напоминали технику «мягкая ладонь», либо из страны песка. Ведь именно там украли священный свиток. «Я ищу силу», — ответил тот. Наруто же понял, что в гляделках он проиграл хотя бы потому, что никакие догадки не лезли в голову, кем в действительности может Кучера быть. Он еще нигде не оступился и не использовал прилюдно какую-либо технику. Он был опытным и осторожным. И, видимо, знал много чего. Но почему-то он чувствовал, что может ему доверять. Им нужно узнать друг друга поближе. Ответ нового друга напоминал слово Саски. Тот тоже когда-то искал силу. И ничем хорошим это не закончилось. Тот сбился с пути, потерял себя. Силу? Сила в тебе. Незачем ее искать. И что ты будешь делать, когда найдешь ее? Нападешь на мир. Убьешь Кагото. Вдруг спросил Дженчурики. Кучера помолчал. Он думал, как ответить на вопрос. Ведь у него были совсем иные цели, которые он пока что не хотел раскрывать. Это уже мое дело. Теперь ответ ты. Зачем ты сюда пришел? Сомневаюсь, что искать силу, перешел на другую тембритоголовый. Наруто долго не пришлось думать с ответом. Он обдумал его еще тогда, когда новый друг думал над своим. Ты прав. Мне не нужна сила. Я хочу узнать тайну этого мира, техники, которыми когда-то пользовались забытые и уничтоженные кланы. Ты же видел ту технику, которую убили тех, кто не нашел партнера. Это запретная техника страны песка. Так они показали силу, которую ищешь ты, и возможности, которую ищу я. Философский ответил Узумуки. На этом их разговоры закончились. Они решили немного отдохнуть, последние часы были очень напряженными. А еще ему хотелось поговорить с друзьями. Стоило Наруто закрыть глаза и войти в сознание, как он почувствовал каждой клеточкой своего тела, что кто-то так же вошел. Подобные Наруто чувствовал лишь, когда на него смотрел Шису или Итачи. Это была сила Шарингана. Его тело было сковано, он не мог пошевелить ни единым мускулом. Он в Гиндюцу. Тело оплели множество проволок. Перед ним стоял кучера, и видел настоящий облик. Его взгляд был удивлен, но с другой стороны он стоял и что-то выжидал. Наруто не пешил освобождаться с Гиндюцу. Итачи, прошептал губами мальчик. Тот предстал в настоящем облике. Наруто пытался не показывать свое удивление, и был очень рад, что Саске пришлось уйти. А то мало ли что могло произойти. Что ты здесь делаешь, Нарута-кон? Где Саске? Сразу задал два вопроса Брюнет. Он ослабил силу проволок, но также не пешил снимать действия своей техники. Думаю, у нас похожие цели узнать об этой организации. Они украли свиток в страны песка. Пытались украсть свиток в Канохе. Саске в клане Учиха честно ответил Узумуке. Итачи молча сидел и смотрел на собеседника. Как Изуми? Вдруг спросил мальчик. Ему так хотелось увидеть брата. Тот действительно любил его, заботился и оберегал. Кажется, я понял его боль, ответил Итачи и посмотрел вверх. Он не мог смотреть в глаза Нарута, так как на его месте сразу же видел Саске. Ты ему нужен. В его голове безумие имена ты не можешь справиться с ним. Ты можешь призвать его, ведь он не просто дал тебе печать, а буквально дал сложить с собой кровный контракт призыва, которого нет даже у Хакаги. Все что я знаю, так это то, что Хакаги держит в строжайшем секрете разработки щит, и Изуми главное звено в них. Мы с ним очень давно не говорили. Да и меня объявили мертвым. Итачи искренне рассказал все Наруто. Ему нужно было выговориться, и с другой стороны он ожидал ответной честности ответов. Его интересовалась ситуация с кланом Мизумаки, почему они уничтожены и как мальчики убежали. Я не знал об этом. Чем же тогда заняты другие? Шису знает о щите? Спросил мальчик. С помощью усиления тела, Джин Чирики освободился из плена и на равных разговаривал с собеседником. Пока что нет. Я не хочу, чтобы он лез в это, тем более учитывая его состояние. Думаю теперь мой черед задавать вопросы, Наруто Кун, мягко сказал Ичхо. Наруто молча кивнул. Расскажи мне, что происходило с вами, как только Узумаки забрали вас. Спросил Итачи. И Наруто рассказал ему все, без утайки. Чему учились, как спланировали побег, но о гибели целого клана он и сам не знал. Хакари так и не рассказал, что на самом деле произошло. Мальчик умолчал о технике семи грехов. Итачи о чем размышлял, но в то же время снял действия техники. Каждому из них нужно было осмыслить полученную информацию. Пусть Шису, Саски и Абита решили найти Изуми, они собственно не знали с чего начать. Саски осмотрел дом на Микадзе, а Абита резиденцию Хакаги. Они не нашли ни Хакаги, ни его старшего сына, словно они испарились. А еще они заметили, что обстановка в Канохе накалялась едва ли не с каждой минутой. Кланы закрылись, на улице Шинобе ходили и что-то рассматривали. Шису понимал, что все неспроста. Это затишье перед бурей. В клане была круглосуточная охрана. Глава созвал всех в церемониальном зале. Саске не удалось попасть, но он заслал маленькую гадюку внутрь, где слушал все, что происходит. Ему с трудом удалось спрятать ее, все же в его клане много обладателей сильного шарингана. Сегодня будет необычное собрание. Правление Хакаги теперь под вопросом. Кланы будут бороться за главенство в Канохе. Грядет гражданская война. У нас есть выбор поддержать Хакаги и прекратить переворот, тем самым мы сможем доказать, что мы защитники Канохи, или же попытаться стать главными и поддержать переворот. Как глава, я не могу единолично принять решение. Поэтому сегодня, независимо от выбора, решено, что мы будем готовиться к битве. С сегодняшнего дня, вывезете детей и женщин, которые еще остались в клане. А теперь, начнем голосование, торжественно молвил Фугаку. Учиха громко закричали. Обито побледнел. Война. Снова. Здесь нет выбора. Чем же занят Хакаги? Разве он не видит, что скоро будет переворот? Напротив главы стояли две урны. Шису подошел к обито. Он не понимал, какое может быть решение в этой ситуации. Что будем делать? Кажется, нам стоит найти Хакаги, прошептал тот. Обито думал. У него уже был опыт в переворотах. И он точно знал, что сейчас грядет стадия необратимых изменений, когда никто не станет слушать Хакаги. И пока она еще не наступила, нужно было что-то предпринимать. Клан Узумаки уничтожен, теперь ничто не остановит других. Ведь главная опора и поддержка Минато умерла несколько дней тому назад. Акушина и Зуми не владели в полной мере секретами клана. Ну найдешь ты его, и что дальше? У него есть Анбу. Это несколько человек, а в каждом клане несколько сотен. Если начнется война, Хакаги свергнуть, но не это самое худшее. Мы начнем драться друг против друга. Нам нужен Изуми, констатировал мужчина. Шису и в упор не мог понять, зачем им именно Изуми. А Изуми нам как поможет? Логично спросил тот. Обито до конца сам не понимал действительно зачем. Им нужно было встретиться с Саски и сказать такую новость. Я думаю, нам нужно поддержать Хакаги. Кажется, он прекрасно понимает, какое сейчас положение дел, и готовится к этому. Перешел на другую тему обито. Написав на листочках свой выбор, они кинули в урну, после чего вернулись на свои места. Как только голосование закончилось, Фугаку объявил, что завтра скажет результат, и отпустил всех по домам. Когда все разошлись, Шису и обито пошли к общему укрытию, чтобы встретиться с Саски. Мальчик к этому времени успел вернуться и начал обдумывать услышанное. Ему нужен был Изуми. А еще Рюи. Ведь тот был с ним в команде, а значит, знал, как призвать Патату Анбу, если Хакаги не свел его. Во-вторых, он хотел узнать, какой же на самом деле Хакаги. Что у него на уме. Шису и обито вернулись вместе. Нас ждет, начал Шису, но его перебил Саски. До него дошло. Если сейчас будет Гражданская война, то если нападение Нигая будет во время, они уничтожат Канаху. Я все знаю. А еще у нас помимо Гражданской войны, нас ожидает кое-что похуже. Молвил Саски. В это время прибыл Рюи. Он был бледным и сильно сжимал раненый кулак. Кажется, нам есть о чем поговорить, молвил Дракон. Четверо мужчин уселись поудобней. Их ждал долгий и напряженный разговор. Наруто хотелось знать, что в самом деле происходит. Что Сазуми, как обстоят дела в Канохе. Ему было сложно находиться на столь секретном задании, и не получать никаких извещений от Саски. Сейчас может происходить все что угодно. Что такое щит? Чем занят Хакаги? В голове мальчика был самый настоящий хаос. Как говорится, пища для раздумий подана, а вот переварить ее пока что трудно. Нужно чем поскорее заканчивать это дело и бежать в Каноху. Но, к сожалению, это уже зависит от организаторов турнира. Да и сейчас он точно не сможет вернуться. Итачи оценивающий смотрел на Наруто. Что-то он упустил. Ну что? Когда этот малыш стал так силе? Он никогда не думал, что будет разговаривать с ним как с равным Шиноби. Наруто собрался с мыслями и откинул лишние тревожные мысли. Сейчас он на очень важном задании. Спустя некоторое время снова прозвучал гонг. Был вывешен огромный плакат команд. Интересный тип сетки. У каждой команды есть противник, кроме одной. Что это значит? Только у Наруто итачи нет противников. С кем же они будут сражаться? Парни не удивились. Это было понятно, что хоть одна команда будет аутсайдером. Им оставалось только наблюдать за боями и оценивать предполагаемых противников. Что уж тут говорить, бои были жестокими и кровавыми. Здесь не было пощады. Запах крови витал уже после второго поединка, когда и Кюруру из второй команды голыми руками обезглавил противника. Его жилистые руки покрылись липкой кровью, а зрачки расширились то ли от страха, то ли от возбуждения. Он не спеша слезал кровь, наслаждаясь каждой капелькой, пока напарник добивал другого противника. Раны и Кюруру в них зажили, а кожа с белого превратилась в бронзовый цвет. Впрочем, у него была обычная внешность кори глаза, черные волосы, тонкие губы и крючковатый нос. Ничего примечательного. Но вот с головой он точно не дружил. Это все. Я хотел нормальный бой. Я даже не разогрелся, возмущался и Кюруру. Впрочем, никто и не заметил, как он появился за спиной уже погибшего противника. Бой действительно быстро закончился. Прежде чем судьи успели вынести какой-либо вердикт, Брюнет со вкусом и характерным хрустом проломил кадык убитого. Вот и последний аккорд. Команда номер два, перейдите к надзирателям, спокойно промолвил кто-то с судьей. Как только победители покинули место боя, то она тут же вспыхнула синим огнем, уничтожая трупы програвших. Вот что ждет тех, кто не победит забвение. Это навело немой ужас на некоторых бойцов, но каждый старался держать свой страх при себе. Здесь нельзя показывать слабость. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем закончились бои. Итачи что-то записывал в блокнот. Он анализировал победителей, некоторые показывали много приемов, другие же ограничивались чем-то одним. И вот последняя категория была определенно самой опасной, от таких не знаешь чего ожидать. Наруто накапливал природную чакру и все это время отделял ее на иниянь. Правда ему это давалось труднее, чем с обычной, но сен-чакра сама по себе сильная и плотная, поэтому отделив ее можно было рассчитывать на большую силу. Джин Чирики был спокоен, ведь потому что он знал возможности своего напарника, и увидел на что способны враги. Но вот только ни он, ни Итачи пока не знали, какая ждет их участь. Как только закончился последний бой, надзиратели тут же вывесили списки победителей, только вот команды Наруто и Итачи-то не было. Получалось, что они не победители, не проигравшие. Тогда что же будет теперь? На арену вышли два надзирателя в обычных масках, которые ранее присматривали за ними. Поскольку в вашей команде не было противников, кучера именно вы будете драться с тем, кого мы вам выбрали. Правило те же. Промолвил кто-то сверху. Я разберусь, не лезь на рожон, шепотом приказал Итачи и вышел вперед. Возможно, прежний Наруто послушался бы, отступил, но только не он. Слово партнера раззадорили его. Да он из принципа нарушит приказ. Да и, честно говоря, он сомневался, что Итачи, не разоблачая силы очиха, сможет победить в одиночку. Здесь было очень много сильных отступников. А приспешники России еще и владели запретными техниками. Как только они вышли на арену, прозвучал гонка начали битвы. Итачи смотрел на стоящего напротив противника. Он смотрел на него, оценивал предполагаемые слабости. У него был план. И наличие хоть какой-либо информации не помешало бы для составления плана боя. И прежде, чем он что-то попытался предпринять, он услышал глухой свист. Наруто буквально исчез и ударил сзади своего противника, который выглядел как близнец противника очиха. Но несмотря на столь неожиданный и сильный удар, невидимый барьер защитил врага, и больше этого задержал в воздухе обидчика. Нога начала иссыхать, Наруто сжал зубы, чтобы не закричать от острейшей жгучей боли. С него вытягивали все соки жизни. Сжав плотно чакру Янь в обеих ладонях, джинчурики коснулся предполагаемого барьера и сжал его, отчего тот рассыпался на мелкие кусочки, как разбитое стекло. Упав на пол, Узумаки быстро принялся восстанавливать ногу, хотя это происходило очень медленно и болезненно. Ожог был почти до костей и распространился до верхней трети голени. И чтобы не дать противнику никакой возможности напасть, сжал руки, пытаясь по-быстрому связаться с Химой. Но Хакари взял в свои руки распланировку сил грехов. Он быстро приказал Химу внушить Наруто о том, что никакой боли нет, а Ами укрепить больше всего раненую ногу, в ущерб общего укрепления тела. Так она будет менее уязвима для противника. У Мэжа осталось создать успокаивающую атмосферу, чтобы джинчурики не отвлекался на боль, которая быстро пропала. Минутное замешательство Наруто было на руку противнику. И прежде, чем тот смог подойти к жертве, блондин взмахнул медленно горизонтально рукой в воздухе, создавая тонкую нить чакры, и натянув ее словно нить, пусть едва заметный поток воздуха, отстраняя противника подальше от себя. Этот прием дал Итачи нужную возможность напасть на своего противника. Он бросил в врага несколько кунаев с колокольчиками, но они отлетели так и не достигнув цели. Использовав технику замены, Учхо щелкнув пальцами, заставив противника погрузиться в гендюцу. А чтоб тот не выбрался, связал руки нитями чакры. Он понимал, что возможно это временно, так как слабых противников им с Наруто бы не дали. Итачи хотел пробить надзиратель сердца, но противник Наруто быстро транспортировал партнера в другой конец арены и помог развить гендюцу. В это же время Узумаки подошел к Итачи. Может все же будем работать вместе? Признай, поодиночке нам не справиться. Они не так просты. Так что кончай заниматься гиперопекой. Я твой партнер, так что смирись с этим, а иначе умрем оба, грозно прошипел Наруто. И прежде, чем Учхо успел что-то сказать, Наруто толкнул Итачи, который, хотел точно такое же проделать с бывшим учеником. Между ними упал раскаленный камень. Учхо молча кивнул, и пальцем показал на себя и своего противника, намекая с кем он будет драться. Джинчурики молча кивнул. Он решил использовать одну запрещенную технику, которую ранее использовал, дал себе словно больше не пользоваться ею никогда. Он сделал огромный разрез на ладони, и кровью нарисовал знакомую печать лотоса. Но не смог закончить, так как в него снова полетели огромные огненные камни. Наруто быстро раскрошил их в пыль с помощью чакры Янь. Этот бой был действительно зрелищным. Итачи не понял, что хотел сделать Наруто, но решил выиграть для него время. Он частично покрыл свое тело с помощью Сусана. В руках появился меч Тацука. Он услышал слово Наруто, но все равно решил не давать возможности тому драться. Он увидел ужасные ранения ноги ученика. И прежде чем враг попытался хоть как-то напасть, он тут же пронзил его в грудь мечом, запечатывая его душу в нем. Другой же хотел прикрыть себя барьерами, но Учхо едва ли не со скоростью звука появился прямо перед носом второго, схватил за шею и обезглавил, едва видимым жаром Аматеросу. Наруто смотрел молча, пытаясь не выказывать свой шок. Он победил двоих, едва ли не в полсалы. Насколько же он был сильным и умным. И прежде чем отбросить тело, второй рукой он вытянул сердце так на всякий случай. Когда оба тела начали осыпаться как песок, вскоре появились обезображенные тела возможно реальных умерших Шиноби. Видимо на них ставили или опыты. В окровавленной руке Учхо держал черное сердце с странной огромной печатью контроль. Он сжег его медленно обычным пламенем, словно отдавая дань тому умершему, которому даже после смерти не дали спокойно отойти в мир иной. Узумаки просто смотрел, кажется он в который раз недооценил гений Канахи Учхо Итачи. Все что ему было пока интересно, как же он дерется в полную силу? Есть ли у него предел? В это же время Итачи подошел к подопечному, вытерев об себя руки, он начал осматривать почти зажившуюся пока еще окровавленную ногу мальчика, оценивая приблизительный урон, а потом и вовсе разжал руку Наруто, в которой он держал куны. Вот и все. Тебе нужна медицинская помощь и полноценный отдых. Констатировал мужчина. Их объявили победителями. Учхо помог встать у Зумаки и обхватил того за талию, чтобы он не упал. Я рад, что осталось шесть сильных команд. Вы пройдете дальнейшее посвящение и обучение. Мы ради встречать вас в нашей священной организации НИГИ. Да здравствует Арасисома, да здравствует новый мир! Крикнул кто-то в центре. После громкого произношения, возле каждой команды возникли по одному из главных, и коснувшись обеим руками плеч победителей, медленно куда-то исчезали. Кажется парни наконец-то существенно продвинулись к цели. Результат голосования очевиден Учхо захотят войны. Сейчас каждый хочет быть у руля власти. Поэтому лучше и отставить идею о мирных переговорах. Найдем Изуми, поговорим с ним. Нам нужно знать, что хочет делать с этой проблемой Хакаги, а дальше решим по ходу дела, предложил Рюи. Каждый думал о чем-то своем. К примеру, обитые Саски посмотрели друг друга. Вот он шанс предотвратить переворот. Сколько раз Саски думал о поступке Итачи в прошлой жизни, но вот на деле как заставить обозленных и униженных Учхо отступить? Как остановить другие кланы? Все намного сложнее. Попробуй его призвать. Ты же был его капитаном. Предложил Шису и продолжил. Я хочу мир, но даже если наш клан отступит, как нам убедить других? Хакаги потерял уважение и статус. Рюи, никого не слушая, сложил руки в печать и перенес всех в знакомое место. Думаю, у Мината есть план. Нам просто нужно узнать, какой и поддержать его. На его стороне Анбу. А те, кто там на службе, независимо от клана, предан Хакаги и привязан клятвой. Так что забудьте пока об этом вопросам. Импульсивно ответил Рюи, после чего указал рукой на барьер. Это наша проблема. Вот там все ответы. И даже если там ничего важного, нам нужно его взломать. У меня просто дурное предчувствие. Абита посмотрел на цель. Он уже встречал подобный тип барьеров. В одиночку его почти невозможно уничтожить. А еще чем сильнее барьер, тем сильнее будет отдача тому, кто попытался его разрушить. Главное понять, какой здесь защитный механизм ниндюцу, тайдюцу или что-то еще. Ты ничего не заметил еще, Рюйсон? Что происходило, когда ты пытался его разрушить? Деловито спросил Абита. Арсельник молча показал обезображенную руку. Ожог был уже не такой, как при ударе, но все равно показывал какой урон был получен. Только ожог? Словно с насмешкой спросил Учхо. Дракон сжал губы, и кисло посмотрел в ответ, так словно в него только что кинули дерьмо. Вообще-то, смею напомнить, меня трудно ранить, а этот барьер не так прост, оправдывался Рюй. Впрочем, Саски решил проверить. Он активировал шаринган, и создал руку Сусона. Брюнет ударил со всей силы, но рука буквально исчезла, и еще немного, и у него бы высосало всю чакру. На стене не царапины, кроме того, что цвет светло-коричневого поменялся на светло-фиолетовый. Рюй прав, если коснемся голыми руками помрем из-за того, что с нас вытянут всю чакру. Констатировал Саски. Шисуя молча анализировал. Посмотрев на приятелей, он улыбнулся. А что, если, вы все правы? То есть барьер действительно таит за собой еще что-то, и чтобы то-то что-то активировалось, нужен некий запас чакры. И каждый, кто атакует его, встает своего рода источником чакры, поделился идеей Шисуя. Ситуация зашла в тупик. Этот барьер оказался нерушимым. В любом барьере есть слабое место, или то, что позволит его легко разрушить. Это может быть несколько печатей, разбросанных по этому туннелю, который разрушив, можно будет ликвидировать и сам барьер. Я знаком с такими техниками. Поэтому давайте начнем с моего варианта, предложил Абита. Впрочем, у них других версий и не было. Когда все разбрелись по периметру, Абита еще кое-что вспомнил. Ах да, еще ни в коем случае не разрушайте их без моей команды. Нужно сделать это одновременно, или печать переместится в другое место. Активировав Шарингон Шисуя, Абита принялись осматривать стены, Рю же просто сидел, он не имел сил и глаз, а Синдюцу не может показать нарисованные иероглифы. Первым нашел печать Шисуя. Это был иероглиф Огонь. Он молча махнул рукой. Сам иероглиф находился в трех метрах от барьера и почти переходил в пол. Следующим был Абита. Вода. Рюсон, подойди ко мне. Я тоже нашел печать, вежливо попросил тот и ладонью коснулся места, где была печать. Рю и все сразу понял и молча подошел, и положил ладонь поверх Абита. Как только печати были найдены, Абита громко крикнул. Давайте на насчет три. И раз, два, три. Резкий шум напоминал, как минимум землетрясение. От стен ничего не осталось, впрочем, как и от барьера. Наконец-то вход был свободным. А за ним уже стояли несколько Анбу. Кажется, это место полно тайны загадок. Анбу мирно стояли на страже, пока не предпринимы каких-либо попыток напасть. Рейсон вышел вперед. Он не имел четкого плана в этой ситуации. Кто вы и зачем пожаловали? Вход посторонний воспрещен, молвил кто-то из бойцов. Дракон махнул рукой, чтобы никто ничего не делал. Мы пришли к Хакаге, у нас есть для него важная информация, которую передадим только ему лично, начал мужчина, после чего поднял перед собой руки, показывая мирные стремления. Правда, никто из его команды так и не понимали, что творит Рейсон. Он хочет сдаться, вернее сдать всех. Анбу ведь убивают врагов, и когда-как держат в плен. Они с легкостью вытянуть всю необходимую информацию. Что он творит? Кто вы? Снова повторил вопрос к Тато. Рейсон выдохнул, после чего коснувшись своего лица, медленно создал когда-то привычную ему маску с ликом дракона. Это был ответ. Анбу преклонились перед ним на колени. Он был действующим капитаном разведывающего отряда. О нем было мало информации, но те крупицы, что знали некоторые, давали ясно понять, что дракон уважаемый и необычайно сильный капитан. «Проходите, капитан», — молвил Анбу с маской быка. Он протянул руку, в знак приветствия. Рейсон показался подозрительным. Ведь на ребре его ладони была маленькая печать змея. Что тот задумал? Дракон на всякий случай сконцентрировал чакру в руке, после чего ответил на приветствие. Но ничего не произошло. Бык кивнул, словно что-то подтверждая, после чего люди расступились перед ним. «А, скажите еще, кто с вами?» Снова поинтересовался боец. Режал губы, но быстро нашел ответ. «Это мои ученики, которые помогли найти всю необходимую информацию», — ответил отшельник. Анбу скептически посмотрел сначала на дракона, потом собственно на учеников трое из Учхо. До полного комплекта не хватало только Итачи, который, как известно, погиб. Бык ничего больше не спрашивал, а молча пропустил неожиданных гостей. После чего молча сзади указывал куда идти, ведь как только они вошли, то их ожидали череда темных и запутанных коридоров с огромным количеством дверей. Спустя некоторое время Бык подошел к какой-то двери, после чего лично открыл ее. Там действительно сидел Хакаги. Он читал какие-то документы. Хакаги-сама, к вам посетители, отчитался боец, после чего впустил незваных гостей. Минато откинул документы и скрестил руки. Рю вальяжно вошел и присел на стульчик, что стоял напротив. Дракон, какие люди! С чем пожаловал? Точка прервался на Микадзе, пока не увидел еще троих, а это уже интересно. Рю снял маску и посмотрел блондину в глаза. Минато, мы с тобой отлично ладили, и сейчас, в знак былой дружбы, прислушайся к тому, что мы тебе расскажем. Потому что, пока ты здесь сидел, в Канухе произошло много изменений, начал Рю. Минато просто откинулся на спинку кресла рукой и показал, что тот может продолжать. Скоро назревает переворот, и... начал объяснять отшельник, но на Микадзе тот же его перебил. Я знаю, ты думаешь, я сижу сложа руки? Грубо ответил Хакаги. Этот ответ удивил присутствующих гостей. Видимо не знаете, раз позволяете развязаться в войне кланов, а вас выкинуть за борт, как ненужный мусор, пренебрежительно, сказал Саски. Минато сжал губы и посмотрел на мальчика. Ты ошибаешься, Саски-кун. Я готов ко всему. Ведь у меня есть козырь в руках, легко молвил Минато и улыбнулся. Мальчик сжал руки в кулаке. Какая беспечность. Никакой щит вам не поможет, ведь кроме этого ожидается нападение внешнего врага, протестовал Саски. Хотя слово щит зацепил внимание всех присутствующих. И кто же на нас нападет? Это все брет, разведка дает мне информацию каждый день. И унимался Хакаги. Обитый переглянулся с Шисой, после чего сжали плечо младшего учихи. У нас тоже есть свой источник, и он сейчас под перекрытием в группировке, под названием Нигая, во главе которого о России. И они действительно хотят напасть на Канаху, когда-то ослабнет от междуклоновой войны. Как думаете, ваш щит сможет выдержать войну в войне? Отчеканил Шисой. Хакаги все еще не верил, он хотел связаться с разведкой. Но с другой стороны, один из капитанов по разведке стоял уже перед ним. Только сейчас он понял весь ужас ситуации, ведь если все вышесказанное было правда, то в этом сражении не будет програвших и победителей, а только жертвы и множество смертей. «Пойдемте со мной, я вам кое-что покажу», тихо сказал Хакаги. Он повел их через две двери, что соединяли его кабинеты с какой-то комнатой, с огромным стеклянным окном. Мината переполняла чувство гордости, ведь там, за толстым стеклом были настоящие бойцы. В боксах стояло около 20 механизированных костюмов, а возле них собственные сами бойцы. Рю тут же заметил, что там стояло изуми. Но его взгляд был стеклянным, словно неживым. «И это твое орудие против войны?» скептически спросил отшельник, поражаясь идиотизму блондина. Он даже втянул в это своего собственного сына. «Это необычные костюмы, они усиливают тело носителя и дают прекрасную защиту. А еще точка хотел что-то молвить на Микадзе, но его перебил уже Шисуэ. Он был в шоке от происходящего. Неужели Хакаги не понимает, с чем встретиться вскоре? Вы хотите сказать, что те 20 бойцов смогут выиграть в войне кланов? Смею напомнить, численность которых выше в разы, а еще и отбить нападение внешнего врага. «Ладно, те люди вам посторонние, но изуми же ваш сын. Вы его с чистой совестью отправите на верную смерть». Агрессивно спросил очхо. Минато задумался над словами. Наконец-то в его глазах появилось сомнение. «Ты прав. Этого я не учел. Я исправлю ситуацию, ведь войну между кланами можно направить сразу на внешнего противника», рассуждал вслух Хакаги. Он был удивлен, насколько слепым и глупым он был. Ситуация зашла в тупик. Теперь нужно было наладить отношения с кланами, показать, кто здесь главный, а главное заставить их элементарно выслушать его. «И что дальше?» Спокойно спросил Рюи. Он увидел, что Наконец-то к намекадзе хоть кто-то мог достучаться. Но вопрос теперь только в том, насколько долго хватит этого отрезвляющего разговора. Учхо смогут меня поддержать?» Вдруг спросил Минато, посмотрев на Шисуи. Но тот не мог ответить положительно. «Вам стоит поговорить с Фугаку, ведь вас связывает долгая служба, может сможет к чему-то договориться. Но в клане сейчас хотят выразить вам недоверие. И еще, вы уверены, что вас окружают надежные люди?» ответил Учхо. Минато улыбнулся. «Кажется, у него был план, как все исправить, пока не поздно». В это время, все команды разделили и отдельно повели по разным путям. Итачи внимательно следил за дорогой, запоминая путь, чтобы в случае чего вернуться назад. Их путеводитель почти всю дорогу молчал, пока перед самой дверью вдруг не повернулся к Итачи и Наруто. «Сейчас, вы встретитесь с Арасисом и поклянетесь в вечной верности, только без глупостей», вдруг предупредил тот. После тот открыл дверь и пропустил путников. Комната была просто огромной мебель и было по минимуму стол, диван и огромный стеллаж с книгами и свитками. Наруто чувствовал, что на стеллаже стоит какая-то охранная печать, но пока не понял какая. «Добро пожаловать, дорогие бойцы», начал Араси. Он был одет в белые одежды. Маска скрывала лицо по глаза, а вольные шаровары не сковывали. Рядом стояло трое охранников, которые смотрели каждый в свою сторону. «Это большая честь для нас», вдруг ответил Итачи и поклонился, Наруто немного притормозив, тоже повторил этот жест. Араси встал из своего кресла и подошел к подопечным, после чего коснулся руками и их лицам. «Я знаю, насколько вы сильны, и раз прошли все испытания, значит готовы преклониться перед моей волей». «В обмен я дам вам силу, о которой только можно мечтать», сладко обещал главный. Он проверил, кем являются прибывшие, но ничего нового не узнал. «По правде говоря, Итачи умудрился создать отличное гендюцу, а Наруто помогли у моей химы. Так что теперь они были годными к службе. За этим мы и пришли, в обмен на силу, мы полностью подчинимся, и никогда не усомнимся в твоих словах и действиях», вдруг сказал Наруто. Этот ответ понравился желтоглазому. Он довольно рассмеялся, после чего поставил руки на плечи пришедшим, и что-то прошептав, те почувствовали острую боль. Их клеюмили, словно какой-то скот. Видимо, это была какая-то особенная печать, раз уж у него есть так много запретных свитков. Но Наруто не боялся печати на своем теле, так как он знал, как обойти ограничивающие техники. «Пойдемте со мной, воины, я кое-что вам покажу», начал глава, после чего последовал к балкону. По углах комнаты стояла охрана, которая следила за каждым движением посторонних. Став по правую и левую стороны, а Тараси и Тачи Наруто удивленно смотрели на вид из балкона. Там была армия бойцов, которые тренировались, испробовали новые и даже незнакомые техники. Вдруг один из бойцов почернел и окаменел. Это была Синчакра. «Запомните, я дам вам силу, но овладеть ей вы можете только сами». Все ради высшей цели, философствовал желтоглазый. Для него этот умерший просто минус какой-то, не более. Самое печальное это, что те, кто изучает какую-либо технику, не смогут до конца ее изучить без того, кто уже владеет ее. Яркий пример тому тот умерший, который не смог совладать с переполняющей Синчакрой. Вы правы, «Арасисома, все в наших руках», вдруг прошептала Наруто. «Все, и даже их жизнь». Мужчина повернулся лицом к новым подопечным и доброжелательно улыбнулся. Он снова повел их вовнутрь и присел царственно на стульчик. Ему принесли какие-то свитки. А главное кто? Наруто сощурился, и долго не думая узнал знакомые черты лица. Это была Маи, секретарь-помощник Хакаги. Вот кто был предателем, и кто отправил их в страну камня. Наруто придумывал в голове, как бы передать эту информацию хотя бы Саске, но прекрасно понимал, что пока не стоит так рисковать. Как только предатель ушел, Арасис снова посмотрел на Итачи и Наруто. «И что бы вы хотели изучить? Какую силу вы жаждете?» Вдруг спросил тот. Наруто захотел бы, конечно же, свиток у Зумки, но он знал наверняка и точно, что тот надежно спрятан. Поэтому пока молчал. Итачи тоже задумался. «Я хочу овладеть техниками стихии ветра», вдруг предложил Наруто. Ему вдруг стало любопытно, что нового он может научиться, ведь Фуэндицу он, пускай и немного, но все же овладел, Сэндицу и Тадзюцу тоже были уже не первым делом. Итачи вдруг улыбнулся. Мальчик подкинул ему отличную идею. «Я хочу овладеть огнем и всеми возможными техниками, что с ним связаны.» предложил Ичхо. О России долго не думал, а просто взмахнул рукой. «Вы слышали? Отведите их в комнаты, пускай отдохнуть и ознакомиться со всеми свитками, которые у нас есть по техникам огня и ветра». Приказал глава, когда один из охранникам вышел, тот продолжил, «Очень любопытные вы пару такие разные, но вместе очень сильные». Когда желтоглазый еще раз махнул рукой, другой охранник повел их куда-то коридорами. Он улыбнулся, предвкушая, что эти двое точно будут отличными бойцами, а не просто пушечным мясом. А на этом история заканчивается так, как автор заебался писать весь этот сюжет. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, а мы переходим к другому сюжету. Субтитры создавал DimaTorzok